Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте в проезд В данный момент абонент разговаривает Отставайтесь на линии или перезвоните полный Уважаемые родители, ваша задача сейчас будет раздать на площадке шары детям Только, пожалуйста, спросите, кому какой цвет, чтобы ребята не поссорились Все за мной встречайте, пожалуйста, выпускников детского сада Идем на площадку строимся Где ты? Мы уже вышли на улицу шарики запускать Привет, родная! День с утра не задался, сплошные встречи, уже еду Но ты же папа, это ее первый выпускной, такое не повторяется Минут десять и буду у вас Как там мой цветочек? Ты не успеешь Я смотрю на нее Она ждет тебя Задержи их, милая Если сможешь, задержи Скажи, что папа Ники Китаевой опаздывает Они меня знают и уважают Подождут Нет, тебя не подождут Извини Да Антон Александрович, вы где? Занят Нужно срочно прислать комментарии к презентации Они говорят, что не готовы на встречу без них А ты сама это не можешь сделать? Они ждут ответа от руководителя Я для них никто И не знаю, как для вас Хорошо, скажи, что через десять минут будет Спасибо, Антон Александрович Я не сомневалась Все, пока Сомневалась она Уважаемые родители, раздавайте, пожалуйста, шары вашим детям Это тебе? Замечательно Спасибо Спасибо Детки, крепко держим шарики Не отпускаем Вероника очень похожа на вас Дорогие дети, сегодня мы с вами выпустим в небо эти красивые воздушные шары Так же, как мы выпускаем большую жизнь вас, где вас ждет много всего интересного Ваши родители, ваши папа и мама будут гордиться вашим успехом на этом большом жизненном этапе под названием школа А сейчас на счет три мы с вами выпустим шары в небо Давайте посчитаем вместе, родители, помогите, пожалуйста Раз, два, три Молодцы! 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 Роман, Антон, очень приятно. Ну, я, пожалуй, пойдем. Саш, мы уходим. А я, как и обещал, перешлю вам видео с Никой. Спасибо вам большое. До свидания. Он снимал Нику, когда я разговаривала с тобой. Обещал не переслать. Он тебе понравился? Что? Что ты такое говоришь? Он просто папа Саша и все. Просто снимал видео. Я понял. Пошли в машину. Пошли. Короче, давайте сейчас все по домам, минут на сорок. Там поездка, на детстве, встречаемся в моем подъезде. Мы где-то не опаздываем, на подводную лодку ждать кто-нибудь. Скажи, братан, ты, ну, еще на весь район расстрелуй, когда мы идем. Ничего с годами не меняется. Вписки, подводные лодки. Я в этот вечер перестал быть невинным пацаном. У тебя тоже так было? Я был на школьной дискотеке со своей будущей женой. Ну да, понятно. Юля, наверное, первой дамой в классе была. Да. Она и сейчас первая. Слушай, ну не кнопай ты. Ну, сломаешь или сотрешь, что-нибудь. Да ничего не будет, мать. Хочу посмотреть, как записалась. Ничего не будет. Я помню, как на свадьбе нашей дочери ты тоже решил посмотреть. И что? Стер весь ЗАГС. Там, где была Роспия, заслала 100 хреста, а? Да, тогда неловко получилось. Но зато ресторана много. Угу. Пап, может, и правда не надо, а? Митя приедет, все скопирует, потом, смотри, хотя посмотрись. Ну, что, Виктор, столько нужно, да? Угу. Восемь раз. Перезвонить будешь? А зачем? Сказать ему, что выпускной и без него хорошо прошел? Вот ему сын вечером бы расскажет. Может, у него хоть что-то шевельнется. Вот ты зря это бил. Может, он и хотел бы, но служба есть служба. А ты попробуй из армии просто так сбежать. А у них, считай, такая же армия. Угу. Заступник. Хотел бы, сбежал бы. Все равно не делал целый день ничего. Кататься на машине по городу. Ну ладно, мама. Мы погуляем сейчас с Владиком немножко. Ну и как? Домой или на дачу сразу? Нет. Сразу на дачу. Работы много накопилось. С ночевкой? Да. На все выходные. Отец там что-то с Владкой хотел делать. Да и у меня взял погоду. Ну, хорошо. Камеру-то отдашь? Нет. Дочка, я сам перепишу. Ну, если что, Васюка прошу соседа? С Владкой обещал помочь. Ну и с этой техникой разберемся. Ладно, папа, как знаешь. С внуком попрощайтесь. Да, конечно. Владик! Пока, Влад. Пока, мой солнышко. Пока. Давай, Влад. Ты сегодня молодец. Отлично на утреннике выступил. Я все записал. Так что приедешь к нам на дачу, я тебе покажу. Дожди. Пойдем, Владик. Погуляем еще. Может, правда, на дачу-то приедете. Ну, будет холодно. Отец вон в печку и баньку затопит. А? Посмотрим, мам. Ростов вернется, видно будет. А то, может, у него опять завтра что-нибудь на службе случится. Пойдем, Владик. Пойдем, Владик. Погуляем еще. А то дома все равно лего. Ничего. Пока. Пока. Ростов со службы вернется. О, пученки, привет. Поздравляем тебя с выпускником. Спасибо. Да. Такую квартиру им купили. Думала, дочка будет счастлива. Нет, смотрю, все хуже и хуже. Чего ты всю трагедию строишь? Живут же люди. Вон их. Сын какой растет. Живут. Вот-то я смотрю, наша дочка от счастья такая бледная да худая. Всегда говорила, не пара он ей. Да нормальный. Нормальный он мужик. Чего тебе не нравится? Нормальный? Да не для нее. Все. Ей нужен деловой. Ей нужен современный. Он этот, как его. Дима. Сын Игоря с соседнего участка. Ну? Вот это был бы муж. Ведь как за ней ухаживал. Чего я тебя не пойму, мать? Ты к чему это? Димка после мореходки уехал куда-то уж лет десять про него. Вообще ничего не слышал. Много ты знаешь. Два дня как вернулся. И сразу на дачу. Там и живет. Ну, что вернулся, это хорошо. Только что ж ты при живом-то мужа Юльке? Ты Нобова ищешь. Чего ты сразу? Ничего я не ищу. Тоже выдумал, мы действительно пойдем. Холодает и еще в пробку встанем. Пойдем. Ну, ты мать. Надо же. Надо правда печку делать. Слушайте, девчонки, вы посмотрите за моими. Я пока в магазин сгоняю. Хорошо? Да, конечно. Владик, не уходи никуда. Я скоро приду. Хорошо? Угу. Я быстро. Слушай, Серега, я так понимаю, что мы здесь уже особо не нужны. Давай смотаемся ко мне домой минут на десять. А то я сегодня выпускной сына в саду пропустил и дома поздравлю. Ну, а если начальство прикатит? Да не прикатит. Петров так сказал для порядка, что будет все посты шерстить. Сейчас уже наверняка своим делами занимаюсь. Если что, вали все на меня. Как скажешь, командир. Поехали. Поехали. Ты сегодня дома? У меня сегодня ночное дежурство. Сегодня? Если ты приедешь пораньше, то мы можем вместе где-нибудь поужинать, отметить, не кинуть поспной. От меня дежурство. Так сразу. Я поговорю со Светкой, конечно, если получится. Родная, зачем тебе это все? Антош, ты знаешь, я люблю свою работу. Я не хочу уходить. Утки из подлабок выносить? Это ты любишь? Да, это прям праздник, а не работа. Зачем ты так? Утки выносятся, не тарки. Да какая разница? Это одно и то же. Любая работа хороша. И я чувствую себя там нужной. Дома. Надо чувствовать себя нужной дома. Ты дочери нужна. Скоро лето. И как мы будем выкручиваться? Ты что, предлагаешь мне задвинуть свой бизнес и сидеть с Никой дома? Ну, раньше же как-то справлялись. Ничего. Выкручивались. Ну, если что, я вызову маму. Маму нам не надо. Пускай она у себя отдыхает в кинишме. Короче, у меня сегодня очень важная встреча. После я домой. Мне бы очень хотелось видеть тебя сегодня дома. Это понятно? Я… Это понятно? Да. Это понятно? Это понятно? Это понятно? Да. Это понятно? А я говорю, Логопедов. А вот вы сами покажите, как пятилетнему ребенку объяснить, что язычок должен к небу прижиматься, чтобы он рычал. Ну, показал? Да. Пару раз. Влад на него смотрит, как будто сумасшедший. Ну, тот попыхтел, попыхтел. Потом такой, ну, давай, Влад, а теперь сам мне покажи, как звучит твоя фамилия. И Влад встает это громко. А, стоп. Чуть со стула не упала. А Логопед что? А Логопед серьезный такой, встает и говорит, ну, ничего, ничего. К семи годам сам научите. Представляешь? Вообще отлично. Вообще классно. Я говорю, спасибо большое. До свидания. Отличная у вас работа. Деньги капают. Толку ноль. Ой, твой едет. Ну, мы пойдем. Надо еще ужин приготовить. Ну, до завтра тогда. Посмотрим. Завтра нас на дачу пригласили еще на шашлыки. Ну, пока. Ну, давай, пока. Привет. Привет. Ну, привет, сынок. Ну, что? Тебя можно поздравить? Ты уж совсем большой. Иди ко мне. Давай обнимемся. Влад. Ну, что, он обиделся, что ли? А ты не догадываешься, с чего это он вдруг? Ну, давай завтра сходим по нему все втроем. В кино, в парк там. Все. Дирексоны откроются. Давай. Ну, ты сходи. Расскажешь нам потом. Влад, сынок, пойдем домой кушать пора. И не прыгай так, Влад. А если упадешь и качели по голове, кто тебе поможет, если меня не будет? Ну, что? Опять накачала пацана? Ты поесть не хочешь? То есть, я на перекус, а ты домой, да? Да мне на час всего с сыном пообщаться. Будет вызов, ты звони, я выйду. Вот поэтому я и не женюсь. Бабы меня любят, я их тоже. Но главное, без обязательств. Угу. Здравствуйте. 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 Привет. Что-то вы рано сегодня. Здравствуйте, дядя Света. Привет, Вероника. Ну что, закончилось твое беззаботное детство? Ну-ка, покрутись. Слушай, ну она прям какая-то взрослая стала. Куда деваться? Светик, у меня к тебе просьба. Да, да, отметить выпускной, я согласна. Это само собой, но не сегодня. Мне вечером нужно быть дома, я тебе потом объясню. Вероника, а давай-ка мы с тобой послушаем, как у нас бьется сердечко, да, в эндоскоп. Угу. Что, опять? Нет, ничего такого, но… Китаева, ты мне-то не ври. Я тебя знаю, как облупленную. Ну что, опять тучи сгущаются? Нет. Просто я обещала Нике, что останусь, а потом сразу сюда. Нике. Алик, ну вот чего тебе по жизни не хватает? Ну, сидела бы дома, уют устраивала, мужа обихаживала, собой да дочкой занималась. Ну, не жишь же, а сказка. Я прошу тебя, не начинай. Хотя, вообще, я его понимаю иногда. Понимаешь? Да. Ты благодаря ему полмира объездила. А мое дальнее зарубежье – это шесть соток на Ладоге. Ну, короче. С тебя жидкая шоколадка. И внеплановое дежурство. Когда мне это будет нужно? По рукам. ХОПАСЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, привет, красавица! Здравствуйте! И здравствуйте! Хозяин на работе, да? На работе. Много работа — это очень хорошо. Бизнес делает, деньги делает. Уважаю. Молодец, твоя папа. Я знаю. Ну, мне тоже надо работать. Антон Александрович, гости заждались уже. Хорошо, что поесть решили. А чего ты тогда кипиш подняла? Да ничего. Пойдемте. Пацаны, давайте жахнем за вовку. Да-да-да, ну ладно. Вы себе не представляете, чего мне стоило вытернуть его из этой… Слушай, как твой городок-то теперь называет? Все-все, какая разница уже. Да. Ты давай, оратор, не отвлекайся. Давай. Давай, братан, за тебя. И чтоб у тебя был вагон. Вот такие. Добрый день. Извините за задержку. У дочери был выпускной в садике. Дочка — это святая. Поздравляю. Спасибо. Мы наслышаны о вас, Антон. Видели портфолио мероприятий. Впечатляет. Кажется, даже на форуме работали. Было дело. И не один год, между прочим. Так что, если вы выберете нашу компанию, вы нисколько не пожалеете. Поверьте, вы захотите обратиться к нам снова. Мы все сделаем на высшем уровне. Кристина нам вкратце все рассказала. Давайте теперь обсудим немножечко поподробнее. Десять лет фирмы. Мы партнеры. Соответственно, гости будут разные, как с моей стороны, так и с его. Так и с моей. Хотелось бы их как-то объединить, чтобы они не скучали по отдельности. Но, уверяю вас, к вечеру все будут уже, как родственники. Ну, это уже не слово. Я образно выражаюсь. Ну, понимаю. Кавалер, ты че творишь-то, а? Ты че, ты глаза разует, ты куда прешь, люди отдыхают. Извините. Эй, 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 эй. А ты куда исходишь? Я сам разберусь, я так и прощу. Что случилось-то? Да сядь уже! Собирай все. Все нормально. Вы, ведь, не хотите лена? Нет, спасибо. Простите, неудачно я выбрал место для встреч. В пятницу. Сейчас в любом ресторане такая история. Здравствуйте. А вы не могли бы нам помочь? У нас тут драка в ресторане. Сынок, ты на меня не обижайся, хорошо? Просто жизнь штука непростая. Ты вырастешь, все поймешь. Ты уже взрослый, сейчас школа начнется, потом институт. Для того же, взрослая жизнь. Я в мореходку пойду, как ты. Ну, мореходка, тоже неплохо. Я вот видишь, моряком не стал. Зато полицейским стал. Тебе идет. Да, полицейским стал. Ну, вот видишь, я опоздал к тебе на выпускной. Ничего не поделаешь. Служба. Ты на меня не обижаешься? Мама обижается. Я ей говорю, не обижайся. А она меня ругает. Ну, давай так, я с мамой поговорю, мы с ней помиримся. Все будет хорошо. Договорились? А завтра будем с тобой гулять весь день. Обещаю. Да? Иди ко мне. Третий, третий. Слышишь меня? Третий. На связи. В ресторане, в районе Черной речки, намечается конфликт. По ходу пьяной разборки. Диктуй адрес. Диктуй адрес. Юль, я видел. Че ты видел? Пустую банку из-под пива в урне. Ну, хорошо ты видел. Молодец. А ты себя рядом с сыном не хотел увидеть на выпускной, м? Мент? Слушай, я же тебе объяснил. Я не мог вырваться. Петров контролировал каждый пост. Ну, я уехал, он приезжает, меня нет. Че дальше? А дальше? Если ты не можешь реорганизовать свою жизнь, то не надо учить других, как им жить. Понял? За собой бы последил, мент. Скажи мне, че происходит? Ты сама понимаешь? Юль, в тебе агрессия бурлит. Это проблема. Это реально алкоголизм. Тебе надо завязывать. Тихо, успокойся. Ну, че ты делаешь? Ты че творишь-то вообще? Ты в своем уме? Тебе серьезно лечиться надо, Юля. Что не так? Лечиться мне надо. Мне, да? Надо лечиться. А зачем? А ради чего мне лечиться? Чтобы что? Я четыре года, как проклятая. Утром в детский садик, вечером площадка. Утром в детский садик. Вечером площадка. Утром в детский садик. Вечером площадка. А потом вы из школы. Одиннадцать лет. И все. Сорок с хвостиком. Ну, хватит. Я тебя прошу, хватит. Успокойся. Пожалуйста. Иди ко мне. Все, все, все. Успокойся. Все нормально. Ты еще молодая, красивая. Все окей, все хорошо. Тебя не устраивает твоя жизнь. Тебе кто-то мешает. Ну, пожалуйста. Ты хочешь работать? Иди работай. Иди в салон. Ты же училась на парикмахера. На визажиста. Я училась на визажиста. Ты даже этого не смог за все годы запомнить. Ну, хорошо. Тебе же совершенно наплевать на меня. Прости, пожалуйста. На визажиста. Давай не будем орать, а то ребенок услышит. О, ты о ребенке вспомнил. Ну, надо же. А в школе кто его будет контролировать? Ты? А чего его контролировать? Нормальный взрослый парень. Сам будет учиться. Мне никто не помогал. Поэтому ты вырос и стал ментом, да? Юль, скажи мне, что ты от меня хочешь? Просто скажи мне, что ты от меня хочешь? Хочешь, я уйду с работы? Да ты же на эту работу улетишь. Ты себе-то не ври. Да. Я понял. Подъезжай, я сейчас выйду. Что я требовалась доказать? Поехали. Не лик-то. Что я это ниже? Извините. ты просто еще не понял с кем связался друг мой я тебе не друг да а вот он мой друг и и у него сегодня юбилей ты 55 ты вообще понимаешь что такое 55 ты понимаешь ты соображаешь что это такое или нет юбилей тихо тихо гражданин чего шумим здравствуйте явились родные мои а что у вас городе происходит ребята сидим культурно отдыхаем такие упыри руки вяжут что такое кто начал да вот этот начал а этот схватил официанта ударил и повалил на пол что несешь то братан не так все было шел халдей дороги не видит мы ему место указали он просто недоволен был документы можно ваш в гостинице я гость культурной столицы в ванну не трожь если надо я отвечу он мой гость Денис угомонист документы есть у вас пиджаки ну все норма командир стол оплачен кто вызвал полицию когда я позвонила сказали что уже вызвали наверно посетители с того зала я думаю все будет отлично спасибо я даже не сомневаюсь в этом до свидания кристина мой почтение здравствуйте господа а кто из вас вызвал наряд я а что мы пойдем да счастливо а вы не могли бы остаться и помочь нам дать показания ни в коем разе да извините мы тоже очень торопимся подождите на пару минут хорошо чтоб меня потом под опросом таскали нет уж увольте скажите спасибо что я вас вызвал а то бы они тут весь ресторан разнесли свидания завтра в зеленогорск поедем нужно места забронировать во сколько поедем съезде одна я не смогу а почему не вдвоем погоду хорошую обещают можем искупаться ты же знаешь на выходных я всегда с семьей а твоя что не на дежурстве ты подсчет ведешь нет просто просто ты на работе реже появляешься чем она в своей больничке что плохого если человек хочет работать санитарка она медсестра извините это же совсем другое давай без ерничества она жена моя надолго ли ну чего командир чего делать будем пакуем юбиляры а остальных ну остальные вроде в адеквате можно было бы конечно приезжего зацепить только потом ехать с ним в гостиницу за документами проблем на полночи значит так граждане в отдел едут юбиляр потерпевший официант охранник свидетелем остальные могут быть свободными эй 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 погоди командир ты что то попутал мы дэна так не оставим можно вас на секундочку послушай меня гость культурной столицы сейчас забираем вашего друга в отдел оформляем по хулиганке без отягчающих это всего лишь штраф по административке а то спится в отделе утром выпустим на все четыре стороны а вы его если что если если ты будешь возбухать я тебя оформлю на пятнадцать суток и вместо прогулок на катере ты будешь смотреть на кусок неба из изолятора ясно ясно хорошо ну что давайте развязывайте юбиляр то Серег ты напиши гостям адрес отдела пускай приезжают за ним но не раньше восьми утра добро пройдемте аккуратно погуляли посмотрим еще пошли пускай 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 такой не Я приготовила мраморную говядину средней прожарки, как ты любишь. Я поужинал, навстречу. Жалко. Я старалась. Я вижу. Скажи, а зачем все это? Что именно? Ну вот. Ужин при свечах, вечернее платье. Или ты думаешь, что этим сможешь от меня что-то скрыть? Мне нечего от тебя скрывать. Да? Он тебе понравился? Кто? Ну, этот любезный папа из садика. Ты что, меня ревнуешь, что ли? Ты знаешь, ты ему так улыбалась. Это нельзя сыграть. Антон, это глупо, в конце концов. Ты хочешь сказать, что я не прав? Что это моя паранойя? Каждый раз одно и то же! Каждый раз! Что я чересчур ревнив! Что ты не прав! Да не давай повода! Ясно? Ты что, ты забыла? Ты забыла, в какой даре я тебя вытащил? Если все раз подобное повторится, ты поедешь к маме в Кинишму! Уяснила, а дочь останется со мной! Здесь! Уяснила! Ника, доченька, а ты чего не спишь? Лицо выдрило. А мама мне сказала, что ты меня ждала, а? А ты чего? Ты чего проснулась? Тебе приснилось что-то? Почему мама плачет? Мама? Как? Тебе показалось? Мама плакала сейчас. И ты ей сказала лицом мыть. Она просто расстроилась, что я не успел к тебе до выпускной. Это не правда. Ты врешь, папа. Ника, доченька моя, папа тебе никогда не врал. И не врет. А если мы с мамой что-то не договариваем, это только для того, чтобы уберечь тебя от всяких неприятностей. Каких неприятностей? Которые подстерегают нас в этой жизни. Так, теперь все. Давай спать ложиться. Уже поздно. А завтра мы вместе с мамой поедем куда-нибудь за город. Ты хочешь? А где мама? Мама уже ложится спать. И мне тоже пора. Я сегодня очень устал на работе. Все. Засыпай, моя принцесса. Если мама будет плакать, я закричу. Мама больше не будет плакать. Я тебе обещаю. Все. Нет. Прости, я слишком люблю тебя, чтобы не замечать такие взгляды, как были у него. Я не позволяю себе такого… По отношению к другим женщинам. Почему же другим можно? Ты так ему улыбалась, как не улыбалась мне очень давно. Хочешь продолжить? Прошу. Аля, 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 прости меня. Аля, такого больше не повторится. Аля, прости. Здрасте. Здрасте. Аля. Здрасте. 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 А утром он вас, товарищи, заберут и вы с чистой совестью продолжите праздновать. С третий день рождения в обезьяннике ты мне вот это предлагаешь, сопляк. Полегче. На поворотах. Гражданин, оскорбление должностного лица при исполнении – это уже статья. Меру надо знать. Тем более в общественном месте. Сила местная! Да и в вашем возрасте пора бы знать такие простые истины. А ты меня еще поучи, старлей. Так. Подойдите, пожалуйста, сюда. Распишитесь вот здесь или здесь? Нет, нет, вот. Ну что, мы свободны? Да. Можете идти. Слушай, Вить, может мне тоже пойти, а? Слушай, у меня девушка ждет. Нет, я, конечно, обещал, что буду поздно, но сейчас уже четыре утра. А, да, да, иди, конечно, Серег. Я сейчас с этим закончу, тоже пойду. Ну, давай я тебя подкину. Не, не надо. Ну, я тут рядом, дворами дойду. Все нормально. Езжай. Давай, как знаешь. Сереж, ты так пойдешь? Ствол сдай. Да. Тихо-тихо, погоди, не дергайся. Наш капитан еще не вышел. Я сегодня уже ушел. Он пока Дэна не оформит, никуда не уйдет. А так даже лучше. С одним легче будет. А вот это наш клиент. Пошли. Тихо-тихо. Здорово, капитан. Я тебя предупреждал, что разговор еще не окончен? Тихо-тихо-тихо-тихо. Капитан, все. Тихо. Все нормально. Хорош. Капитан, все, все, мы поняли. Поняли, что ты боец. Все, давай, мирно решим и разойдемся. Хорошо? Ты понимаешь, что это криминал? Ты что, так оставлять нельзя? Сам знаю. Все, уходим. Корректор А.Кулакова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доченька, я звонила тебе несколько раз. Ты не берёшь трубку. Позвони мне, я волнуюсь. Да. Мамуль, привет. Доченька, здравствуй. Я волнуюсь, ты трубку не берёшь. Ты не волнуйся, мамочка. Всё хорошо. Мы вчера спать легли. Я телефон на беззвучном, не услышала звонка. Ну, с тобой всё хорошо? Как Ника? Ника отлично. У неё вчера был выпускной, она очень рада. Привет тебе передаёт. Спасибо. Ей тоже. А как Антон? Хорошо. Работает. Приходит поздно. У тебя голос какой-то грустный. У вас с ним всё нормально? Всё нормально. А что у нас может случиться? Может, показалось? Какое-то у меня предчувствие нехорошее. И всё-таки твой голос. Я только что проснулась. Голос как голос. Значит, показалось. Ты прости меня, если что. Ничего. Ты не волнуйся. Мы скоро с Никой к тебе приедем. Обязательно. Я тебе обещаю. Хорошо. Я тебя жду. Знаешь, что здесь тебя всегда ждут. Спасибо, мамочка. Ты не волнуйся. У нас всё хорошо. Ну, до свидания. До свидания. Мамочка, целую тебя. До свидания. Парень! Парень, стой! На меня напали трое. Они не могли далеко уйти. Тут отдел полиции недалеко. Надо наряд вызвать. Слышишь? Полицию вызови, говорю. Ты понимаешь меня? Куда ты побежал? Ой, порошок. Ай-ай-мурочок. Так, его в операционную. Сразу на стол. Алло. Алло. Спишь? Что случилось? Давай, Срочина, выезжай к нам. У нас тут ЧП. Привезли полицейского капитана с ножевым. Говорят, начальство его должно приехать. То ли полковник, то ли генерал. В общем, все, отделение на уши поставили. Даже за пределение позвонили. Тоже сюда пригнали. Все, все, я одеваюсь. Давай скорее. А то сейчас Кувыркин приедет, узнает, что мы без его ведома подменились. Такой разгон устроит. Все, я выезжаю. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Китаева. Константин Алексеевич, доброе утро. Не очень добрая Китаева. Я вот уже на работе. А вы, я смотрю, монкируете своими обязанностями. Ну, то, что Светлана вышла за меня в ночной, это не значит, что я монкирую, как вы выражаетесь. Я выйду в ее смену, и это никак не отразится на нашей работе. Сейчас я готова приступить. Смею надеяться, Китаева, что отработаете. Случай у нас непростой. А у Фролов в таких случаях суета и дрожь руках. А что случилось? А вот она вам все и расскажет. Олег, мы тебя заждались. Доброе утро, Константин Алексеевич. Виделись. Ведите, пожалуйста, коллегу в портдел. Угу. Я молчала до последнего, как партизан. Он прицепился к идее Китаева. Почему ее нет? Ну, ладно. Промчали. Где этот парень? В ВИП-палату положили. Пойдем, по дороге расскажу. Я его пытаюсь на кровати уложить, а он такой, я не могу здесь больше оставаться, мне надо отморозков поймать. Про план перехват что-то бормотал. Прям сумасшедший какой-то. Так он сейчас здесь? Ну, конечно. К нему начальник приехал, полковник, что ли. Они к нему в палату вместе с нашим зашли. К Увыркиным? Ну, а с кем еще? Ну, и? Ну, полковник с ним переговорил с глазу на глаз. Тот сразу успокоился, конечно. Теперь лежит, спит. Угу. Который час? Еще рано. Вам нужно выспаться. Сейчас сон для вас лучше лекарства. Сколько времени? Можете сказать? Около восьми. Так, пожалуйста, не вставайте. Я вас прошу, вам сейчас нельзя делать резких движений. Ай, где мой… Где мой телефон? Я не знаю, где уж телефон. Я вас прошу, ложитесь. Так найдите его. Где моя одежда? Телефон должен быть в кармане. Во-первых, перестаньте командовать. Здесь вам не полиция. И, во-вторых, пока вы не ляжете, искать ваш телефон я не буду. Так-то лучше. Ждите, я сейчас найду ваш телефон. Спасибо. И позовите этого вашего врача со смешной фамилией… Зачем? Он говорил, что меня отпустят, как только мне станет лучше. А я не могу здесь долго находиться. А вам стало лучше? Намного. Хорошо. А где мама? А где мама? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ох… ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я очень знаю, что и… ères… Так он же закрылся. Вчера выпускной был. Одевайся и не задавай лишних вопросов. Давай. Иди, обувайся и жди меня на улице. Иди, обувайся и жди меня на улице. Да что значит, он чувствует себя хорошо? Совсем с ума подходили? Сначала под нож лезет, а потом давай его отпускай. Но это не ко мне, Константин Алексеевич. Ну, конечно, ко мне. Кому же еще? А потом мне его начальство высказывает, почему не оказывает должного внимания. Где Фролова? Она ушла, а я сейчас вместо нее. Черт знает, что с вашими заменами. Карусель какая-то. Это как понимать? Ну, доброе утро, Константин Алексеевич. Доброе утро. Вы что себе позволяете? Гражданин полицейский. Вам лежать надо. Не помню, как у вас. Виктор. Просто Виктор. Виктор, без отчества. Нормально. Вы понимаете, Виктор, о чем вы просите? Да, конечно. Мне надо сейчас позвонить. Потом мне надо домой. Потом на работу. Дел вот так, по горло. Преступники, которые на меня напали, возможно, еще в городе. И поэтому моя помощь будет не лишней. Понимаете? А что я скажу вашему начальству? Он мне приказал поставить вас на ноги, чтобы был как новенький. А я уже чувствую себя отлично. Если надо подписать какую-то бумагу, там, отказ от госпитализации, давайте я подпишу. Но оставаться здесь я больше не могу. Присядьте на кровати. А где вы телефон? Вы нашли? О, спасибо. Чуть-чуть так. Ага. Ника, в машине посиди. Доброе утро. Добрый. Я к Софии Михайловне. Вы ходу сегодня. Что вы хотели? Да моя дочка вчера здесь выпускалась. Да знаю я вас. Но не положено. Все, лето. София Михайловна! Здравствуйте, Антон Александрович. Все в порядке. Пропустите, пожалуйста. Спасибо. Так мы вас вчера и не дождались. Ну, к сожалению, дела, работа. Я к вам с просьбой. С какой? Понимаете, мне сегодня не с кем оставить дочку. Аля на работе, а у меня очень важные дела. Если бы она была с вами полдня, Аля потом ее заберет. Если, конечно, можно. Антон Александрович, ну вообще, сегодня выходной. Летняя группа только в июне поедет на море. Ваша жена написала отказ. Но вы же сегодня здесь. Это вам просто повезло. Руководство попросили прибраться, сделать некий субботник. Вот мы с девочками и согласились, чтобы потом подольше отдохнуть. А если Ника вам поможет, а я вас отблагодарю и ваших девчонок? Антон Александрович, только не до вечера. Я буду рада провести с Никой полдня. Это замечательно. Вы нас так с Алей выручили. Спасибо большое. Где моя помощница? Ника! Иди сюда! Давай, давай, давай. Ника! Здравствуйте, София Михайловна! Здравствуй, ну, хороший. Как они расставались со вчера, правда? Давай, прощайся с папой и пойдем. Слушайся. Пойдем. Спасибо вам большое. Всего доброго. У меня там есть маленькие грабельки. Мы с тобой пойдем пригорать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Китаева Алевтина Юрьевна уже на работе? Отлично. Это ее муж беспокоит. Передайте ей, пожалуйста, или лучше запишите. Ее дочь в садике с воспитателем. Пускай по возможности заберет ее как можно раньше. И скажите ей, что я уехал по неотложным делам. Я не могу ей сказать, она телефон дома забыла. Спасибо большое. До свидания. Пап! Пап, смотри, какие у меня крабли! Привет. Ты не спишь? Уже нет. Поехали в пансионат. Дай мне десять минут, прошу? Десять минут? Пап, смотри. Все. Распишитесь здесь, что отказываетесь от дальнейшего лечения. Алевтина Юрьевна, отдайте ему личные вещи и пусть уходит. С начальством разбирайтесь сами. Разберусь. Обязательно разберусь. И сделайте ему повторную перевязку с обработкой. А то подумает, что мы не заботимся родной милиции. В полиции, Константин Алексеевич. Какая разница? Пойдемте. Куда? В процедурную. А, ну, да. Здорово, герой. Ну что, взяли мы их? Двое у нас. А третий, который тебя ранил, в аэропорту, ну, уже в браслетах. Поймали его. А он, представляешь, недавно по УДОВ вышел. И вот опять. Ну, ничего. Наши его там ребята нормально поломали. А тебе от наших привет. Ребят, Витя… Здравствуй. Влечись там давай, медсестричек, не обижай. Слышал? Ладно, парни, не расслабляйтесь там. Скоро увидимся. Сколько их было? Кого? Нападавших. Трое. А что? И вы не испугались? Чего не испугался? Испугался, конечно. А я-то думала, что встретила человека, который вообще ничего не боится. Да нет, что вы. Не боятся только идиоты. Я не за себя испугался, а за родных. Ну, тогда вашей жене стоит только позавидовать. Я смотрю, у вас тоже ранение? Удар нанесен внешней стороной ладони. Вас кто-то бил? Почему сразу бил? Шкаф. Ваня, шкаф. Я ударилась. У вас плохо получается врать. Я больше десяти лет на службе и могу отличить кулак от шкафа. Ну и хорошо, что можете. На этом сегодня все. Постарайтесь завтра прийти после трех. Найти вас? Нет, меня завтра не будет. Будет моя сменщица. Она все сделает не хуже, а может быть даже лучше, чем я. Кто вас ударил? Вы поймите, я сейчас разговариваю с вами не как пациент, а как сотрудник правоохранительных органов. Я поняла. Завтра вместо меня будет Светлана, я надеюсь, что у нее не будет синяков. И вам не придется ее допрашивать. Уважаемый сотрудник правоохранительных органов. Ну, хорошо, я понял. Давайте я вам все-таки номерок оставлю свой. Зачем? Ну, как зачем? Вдруг вы захотите позвонить и узнать, как я себя чувствую после вашей перевязки. Хорошо, пишите. Но учтите, звонить не буду. Ну, кто его знает, как жизнь повернется. Пожалуйста. Виктор Ростов. Он самый. Китаева, Алевтина, Юрина. Вещи берите, переоденьтесь в палате. Я подожду вас в коридоре. Я сама. О, проявился. Алло. О, алло, Анна Михайловна. Здравствуйте. Это Виктор. Вы не знаете, где Юлия? Откуда ж мне знать? Ты же ее муж. Спасибо, я помню. Просто не могу до нее дозвониться. Я сейчас на работе еще. Я беспокоюсь, может, случилось чего. Не знаю. Я сразу звонила, она была дома. Ага, ну, это уже хорошо. Если позвонит, передайте, пожалуйста, что я не могу до нее дозвониться. Пускай она мне позвонит, хорошо? Ну, если она вдруг позвонит, то я, конечно, передам. Спасибо вам большое, Анна Михайловна. Может, стоило сказать, что они к нам едут? Не стоило. Если дочь сказала не говорить, значит, не надо говорить. Занимайся своим делом. Китаева, вам муж звонил. Вы телефон дома оставили. Да, действительно оставил. Спросил передать. Вот тут записка. А я пошел. До свидания. Спасибо вам. А, вот. Забрать дочку из детского садика. Какого детского садика? Сегодня суббота. Ну, я не знаю. Записано с его слов. Спасибо. Угу. Константин Алексеевич. Здравствуйте. Отнеситесь, пожалуйста, ко мне в кабинет. Что вам, Китаева? Напугали всех. Герой опять чудит? Мне домой нужно. Срочно. Ну, вам всегда срочно. Что случилось? Телефон дома забыла. Муж ребенка в сад отвел. Забрать не может. Я ребенка заберу, телефон заберу и обратно сюда. Буквально на час. Какой сад? Какой телефон? Я ничего не понимаю. Можно я уеду на час с работы? Я вернусь. Делайте, что хотите. Ну, знайте, мне это уже начинает надоедать. Если ваши домашние дела постоянно мешают работе, я бы подумал, может заняться ими, а работой займется кто-нибудь более ответственный. Ну, такое больше не повторится. Смей надеяться. Убежайте. Спасибо. Спасибо, Константин Алексеевич. Спасибо. 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 Что ж такое-то? Эй, эй, девушка, девушка! Ну, куда вы через забор-то? Извините. Садик закрыт. Выходной же. Я понимаю. Сегодня мой муж оставил здесь дочь, Нику Китаеву. Где она? Не знаю. Ее Софья Михайловна забрала и ушла. Куда ушла? Как? Домой, наверное. Она мне не докладывает. А живет она где? Так в ужасе, в соседнем доме. А, так вон они идут. Вон, вон, вон. Спасибо. Ника! Мама! Девочка. Алифтина Юрьевна, здравствуйте. Софья Михайловна, я сейчас чуть с ума не сошла. Да все в порядке, не переживайте. Ваш муж, наверное, забыл, что по выходным мы не работаем. Хорошо, я на месте была, вам не дозвонилась. Я телефон дома забыла. Ничего бывает. А Ника помогла мне прибраться, да? А потом мы с ней пошли ко мне домой обедать. У Софьи Михайловны кот такой красивый и ласковый. Правда? Да. Спасибо вам огромное. Может быть, я могу вас чем-то отблагодарить? Ну что вы, мне сейчас с Никой погулять самой в радость. С сентября у меня малыши, да? Так что не переживайте и попросите вашего мужа, чтобы он все-таки иногда на календарь поглядывал. Я обязательно предупрежу. Спасибо вам еще раз огромное. И вам всего доброго. До свидания. До свидания, Ника. До свидания. Давай. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Доченька, налей мне воды, пожалуйста. Если так будет продолжаться, и я буду просыпаться один, а жена шляться непонятно где, то ты отправишься обратно в свою кинишму, а Ника останется со мной. Я все для этого сделаю. Мам, пойдем купаться. Водичко тепленькое совсем. Не хочется, доченька. Иди ко мне. А где папа? За мороженое пошел. А какое мороженое? Не знаю, какое будет. Доченька, мне нужно с тобой поговорить. О чем? Это серьезный разговор. Как взрослый. А я что, уже взрослая? Конечно взрослая. Поэтому я и прошу тебя выслушать меня. Говори. Только давай договоримся. Об этом разговоре не расскажем никому. Хорошо? И даже папе? Даже папе. Хорошо. А это что, какая-то тайна? Да. Это будет наша с тобой тайна. Класс. Скажи мне, тебе нравится жить летом у бабушки? У бабушки? Нравится. Там Волга. А если бы я тебе сказала, что мы поедем туда вдвоем не только летом, а еще и… Зимой? Я никогда не была у бабушки зимой. Там, наверное, хорошо. А там горки есть? Горки есть. И школа есть, в которую бы ты могла пойти. Ты хочешь пойти в школу в Кинишми? Ты говоришь, что мы вдвоем поедем. А как же папа? Он что, здесь останется? У папы сложная работа. От него многое зависит. И он вряд ли сможет жить у бабушки. Я не хочу без папы. Он обидится. Он будет ругаться. Может быть, он как раз не будет ругаться, когда мы уедем? Он ругался вчера на тебя. Я слышала. Из-за этого ты сказала, что мы поедем к бабушке? Нет, что ты. Он просто сильно устал. А я попросила его помыть посуду. Вот он и обиделся. Это я была не права. Так, девчонки. Чего мы там шепчемся? Папа! С хорошим! Беги. Талька, слушай. Ты помнишь тайну? Никто о ней не узнает. Даже папа. Хорошо. Я люблю тебя, мамочка. Я люблю тебя. Ты это хотела? Держи. А маме? Ну ладно. Это отдадим маме. Поехали-ка мы с тобой в больницу. Юля! Влад! Я люблю тебя. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Шинок, привет. А вы где? Мам, это папа. Мы на даче у бабушки с дедушкой. Подождите, а как на даче? А чего вы мне ничего не сказали? Я бы с вами поехал, мы бы с тобой на озеро сходили. Иди поиграй. Да. Юль, а чего ты трубку не берешь? Я звонил пять раз. И что? В смысле, что? Так я сказал бы, что вы поехали на дачу. Трудно, что ли? А тебе зачем? Ну, как зачем? Я бы с вами поехал. Мы бы с Владом сходили на озеро и скупались, можно. Ну, купаться еще рано. Это во-первых. А во-вторых, тебе-то что? Ты на работе? Ну и продолжай. Юль, чего ты начинаешь-то? Я могу приехать? Можешь. Ты взрослый мужик. Сам решай, что тебе делать. Ясно. Я сейчас приеду. Да. Ясно. Кто звонил? Папа. А чего ему надо? К нам едет. И что ты ему сказала? Ничего. Хочет, пусть едет. Мне все равно. Есть кто дома. Хозяева. Это кто? Дома открыты. Заходите. Добрый день. Дима. Вот так. Вот это сюрприз. Юля, иди-ка посмотри, кто пришел. Дима, наш сосед. Димка. Волов. Ничего себе. Я же думала, не увижу тебя. Замечательно выглядишь. Ты тоже шикарно. Как всегда. Спасибо. Ну, здравствуй, Дима. Здрасьте. Возмужал. Давно тебя не было, да? Я как мореходку закончил, сразу на корабль. Вот только в запас. Значит, с корабля на бал? Ну, это как получится. Это твой сын? Да, Владик. Владик, познакомься. Это он, мой друг детства. Мы играли тут каждое лето. Да, это правда. Привет. Меня Дима зовут. Владик. Владислав, ты же мужчина. А вы тоже мореходку закончили, как мой папа? А твой папа тоже моряк? Давно уже нет. Он полицейский. Он преступников ловит. Угу. Тоже дело. Так, ты проходи. Мы здесь до понедельника планируем. Я, кстати, тоже до понедельника. Замечательно. Значит, сегодня шашлыки у нас. Тогда с меня все остальное. А к нам папа едет. Владик, иди в дом. Мам, покорми его. А то он конфеты сегодня весь день ест. Пойдем, пойдем. Пойдем, Влад. Поможешь мне. Да уж. Не ожидала. Пошли. Сейчас я тебе супчик и налью. Садись. Расказывай. Садись. Все дыхать. Ну что, как ты? Где ты? О! Стой, стой, стой! До Ольги на сколько? Рубль. А че так дешево? Шутка. Штука. А че так дорого? Там пробки. Все за город прут. А, ну понятно. Ладно, езжай давай. Смотри, не закипи. Давай, Влад, принеси тарелки, расставим в гостиной и хлеб не забудь. Только не разбей по пути. Слушай, ну и как тебе наш бывший женишок? Не думал я, что он придет к нам. Почему? Юлька ему отворот поворот не давала. Просто тогда наш нынешний сядь подвернулся. Помнишь, как он за ней ухаживал? Конфеты, букеты, ночные гуляния. Вот наша дурочка и влюбилась. Где его перестал к нам ходить? А всерьез, она его тогда не воспринимала совсем. Он и в мореходку-то пошел, когда узнал, что Юлька моряка выбрала. Он неплохо одет. Интересно, чем он занимается, когда сошел на берег? О, внучка, ты чего стоишь молчишь, как партизан? Дядя Дима был маминым женихом? Да нет. Ну что ты? Что ты? Он же младший, мама. На три года. Так. Друзья? Владик к сентября пойдет в школу. Я все время при нем. Может, на секцию какую отдам. А чем он интересуется? Ну, с мальчишками, в мяч гоняет. Может, и в футбол отдам. Травмоопасный вид спорта. Да? Ну, тогда нет, да. А отец, может быть, его хочет куда-нибудь определить? Отец? Ничего он не хочет. Он все время на своей работе, а дома только диван и телевизор. Да что ну и все обо мне? Давай о тебе рассказывай. Где был, где плавал. Юль, ну на корабле же не плавают. На корабле ходят. Ты же должна это знать. Ой, какая разница? И вообще, я девочка, мне можно. Рассказывай. За границу много ходили, так что мир я повидал. Ну, так и где я? Где был-то? Ну, проще сказать, где я не был. Хорошо. Где ты не был? Ну, в Вене я без Сау не был. То есть папуасов не видел? Юль, тут нетолерантно. В современном мире так мне нельзя говорить. А я вообще очень бестактная. Смотри, а денег ты много там заработал? Не в бровь, так глаз. Ну, опыта набрался, а на службе много не заработаешь. Опытом тоже не прокормишься. Я вот училась-училась, опыт набиралась. Хотела свой салон красоты открыть. Но если денег нет, то остается только мечтать. А много надо денег на салон? На салон? Ну, не знаю. Смотри, аренда, оборудование хорошее. Миллиона два хватит. Да даже если один, где его возьму. А я тебе дам. У меня как раз сейчас есть свободные деньги. Ты шутишь, что ли? Нет. С деньгами не шутят. Ты серьезно, что ли? А… А отдавать как я буду? Ну, вот у тебя будет эта двушка свободная. Тогда и отдашь. Так. Ты же сказал, что ты там не заработал ничего. Ну, там нет. Но на современных кораблях же сейчас все управление компьютеризированное. Я за него отвечал. Ты что, хакер? Нет. АйТи-менеджер. И? Ты о криптовалюте что-нибудь слышала? Да. Ну, там же вроде погорели все. Не все. Слушай, а чем мы тут торчим? Пойдем погуляем. Пойдем. Лада, возьмем с собой? Нет. Я хочу как раньше. Только ты и я. С удовольствием. СИГНАЛИЗАЦИИ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А где мама? Ну, знаю. Ушли, что ли? Хозяева! Есть кто дома? Папа! О, привет, сынок. Открывайте мне. Иди ко мне. Ты мой, ты мой хороший. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Владимир Юрьевич, мое почтение. Здравствуйте. Как оно? Ничего? Да, в общем-то, ничего. Ну, хорошего. Заходи. Ну, ты как? Хорошо. Анна Михайловна, добрый день. Добрый день. А мы не ждали тебя, Виктор, сегодня. А чего так? Ну, Юля говорит, что ты на работе с Турадовнычей занят. А где она, кстати? Отец ты не знаешь? С утра здесь была. Даже не знаю. Она с дядей Димой ушла куда-то. Дядей Димой? Да, это ее друг. Друг? Да, друг детства. Дмитрий. Да они тут вместе с детства играли. Вот сейчас встретились, давно не виделись. Может, к нему пошли? Ну, ладно, я это, пойду домой, мусор уберу. Там же это полно все накопилось. Погодка сегодня? Да. На редкость, да? Анна Михайловна, так может, пока Юлии нет, мы с Владом на озеро сходим? Ура, пошли! Она его одного не отпускает. Так он не один. Он с отцом. Это был вопрос вежливости. Влад, ты куда пошел? У дочки, па. Да ладно! Так сходим. Искупаемся, вернемся. Пойдем. Юля запрещает ему купаться. Рано еще. Вот если бы Юля была здесь, мы бы с ней договаривались. А так как она с другом детства, решаю я. Пойдем, Влад. Отец! Так, осторожно. Еще чуть-чуть. Долго еще? Так. Нет. Все. Пришли. Ну, я так и знала. Помнишь, да? Конечно, помню. Здесь мы с тобой последний раз и виделись. Ой, Димка, как давно это было. Кажется, в прошлой жизни. Сколько лет? Десять прошло? Девять и восемь с половиной месяцев. А ты считал? Я всегда тебя помнил. И помню. Я тогда такая дурочка была. Ну… Что? Ну, это жизнь. И она продолжается. У вас не все ладно с мужем, да? Чего ты так решил? Ну, мать говорила с Анной Михайловной. А что сказала? Ну, говорит, что иногда бывают конфликты. Ну, а у кого их нет в семье? Не знаю. У меня нет семьи. Мне не с чем сравнивать. А почему так? Почему нет семьи? Не нашел такой, как ты. А искал? Ну, все безуспешно. Давай искупаемся. У меня нет плавок. Когда тебя это останавливало? Пап, тут классно. Давай искупаемся. Да нет, сынок. Чего-то не хочется. Ты далеко не заходи. А то простудишься, мне мать дрозда даст. А что такое дрозда? Ну, птица такая. Мама даст тебе птицу? Ага. И на орехи. Мама даст тебе денег на орехи? Да, даст. Давай, выходи. Мне с тобой поговорить надо. Иди ко мне. Нормально? Не замерз? Не замерз. Садись. Сынок, у меня к тебе серьезный разговор. Как мужчина с мужчиной. Как взрослые? Ага, как взрослые. Представь, если мы с твоей мамой начнем жить, ну, как бы в разных комнатах. Ты со мной будешь спать? Нет, не в твоей комнате, а ну, совсем порознь. Как это порознь? Если мы с твоей мамой разойдемся и будем жить отдельно. А я с кем? Ты будешь жить с мамой. А я буду приезжать к тебе каждый день. Будем с тобой гулять, играть. В школу ходить. Ты уже взрослый скоро. Школа начнется. Вы разводитесь? Ты понимаешь смысл этого слова? Мама всегда тебе говорит, хочешь, разводись. Ну, это да. Говори. Я с тобой хочу жить. Ты понимаешь, дело в том, что такие дела, они не всегда решаются между мной и мамой. Есть еще люди, а они решают. Кто? Ну, как то. Суд, например. Мама ведь тоже хочет с тобой жить. А мам в суде уважает. Ну, чего ты молчишь? Можно я еще покупаюсь? Пойдем, я с тобой схожу. Только развиваться не буду. А может, еще все обойдется, сынок. Далеко не заходи, Влад. Раньше ты был более смелый, Волов. Куда ж ты подевалась? Я все время был на воде. А, и что? Там не было девушек? Ну, ты же знаешь, главное правило на корабле – никаких женщин. Дим, ты меня пугаешь. Да нет, не в этом смысле. Ну, так и в чем дело? Раньше не было девушек, теперь появились. То есть, я понимаю, что выбора у меня нет. Если я тебя прошу, то нет. Ну, тогда слушаюсь и повинуюсь. А-а-а! Мужа-то нашли? Да, спасибо, все хорошо. А вы уже на выходе? Здравствуйте, честь Света. Привет, Ника. Ну, что? Иди на солнышко. Ну, еще не вечер. Придет, да, мой пьяный. Ты на него всех собак не спускай. Ну, может, у парня тоже стресс. Он не пьет. Да все они не пьют, а потом только бутылки прячь. Я сдала ключ. А, да. И завтра не опаздывай, у меня дела нарисовались. Хорошо. Пока. Пока, пока, Ника. До свидания. Чай заварила? Угу. Владик, смотри, какой у дядь Димы тебе палку нашел. Можно лук сделать. А где Владик? Да он на озеро пошел с Виктором. В смысле? Ну, я же вас просила его не отпускать одного. Ну, он же с отцом. Да он что, смотрит за ним, что ли? Ничего вам доверить нельзя. Мне пойти с тобой, Юль? Не знаю. Фух. Не убил бы наш этого-то. Ну, что ты несешь? Он больной, что ли? Откуда я знаю, больной он или здоровый? Пошел бы ты посмотрел, а? Ну, сейчас. Меня еще там не хватало. Черт возьми. Ну, ты как? Нормально? Да. Влад! Сынок, иди сюда. Я же тебе говорила, что нельзя купаться. Рано еще. Мне папа разрешил. Ты что, не понимаешь, что ребенка рано еще купаться? Да тепло на улице, Юль. Привет, кстати. А заболеет? Ты его будешь лечить? А почему сразу заболеет-то? Добрый день. Добрый. Дима. Виктор. Это дядя Дима, мамин друг. Друг детства. Понятно. Муж Юли. Значит, приятно. А вот я только приехал, мы не видели здесь лет. Ну, большой срок. Да. Ну, может, мы как-нибудь отметим встречу? Нет. Никаких отметим. Мы вообще сегодня ничего такого не планировали. Ты вообще чего приехал? У тебя же работа завтра. Ты меня выгоняешь, что ли? Я тебе сказала, что можешь вообще не приезжать. Я к сыну приехал. Да? И заморозил его. Все ноги ледяные. Все, пойдем, Влад, в баню будем утопить. Юль, ну чего ты начинаешь-то сразу? Ничего. Ты вообще где ночью был? На работе. А что за вопросы? Не знаю, что у тебя там за работа. Я тебе всю ночь звонила, эту трубку не брал. Хочешь знать, где я был? Нет. Мне не интересно. Пойдем, сынок. Сынок, ну когда вас ждать-то? До свидания. Не получится сегодня отметить. Ну да. Всего хорошего. Давай, иди к бабушке. Быстрей. Да, хорошо тут у нас. Юль, я, наверное, пойду. В смысле, как? Ты же обещал лук Владику сделать. Давай завтра. Мне кажется, что сегодня будет неправильно. Да перестань, все нормально. Ты из-за этого не обращай внимания. Ну, как не обращать внимания? Ну, это же все ненормально. Да все нормально. Не парься. Неловкая ситуация. Ну, пойдем, я обижусь. Юль, ну, может, не надо? Ну, вы баню собрались топить, а тут я… Так и что? А в чем проблема-то? Попаримся вместе. Как вместе? Ну, в смысле, я буду в купальнике. Ну, даже не знаю. Может, тебя же… Все, Дим, ну, прекращай. Ты что думаешь, он там преступников по ночам ловит? Ага. Знаю я эти посиделки. У них же все сауны под контролем. Ты думаешь, они там только парятся? Не будь наивным. Нет, Юль. Сегодня будет, наверное, неправильно. Прости. Пап, затопи баню. Надо Владика пропарить. А то его отец заморозил совсем. А где он сам? Не знаю. В город, наверное, поехал домой. А Дима что? Ничего. А кто Влада парить будет? Ты? А ты? А? 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 А! А? 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 Та? Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия. Аппарат абонент выключен. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия. Аппарат абонент выключен. Аппарат абонент. И здравствуйте! Доброе утро! Что-то вы раненько сегодня! Виходной ведь? Ничего. Кто рано встает, то дольше проживет. Да, мам? Ну, почти-то. Хозяина, я вечера глазом не видел. На работа, да? Да, работает. Здрасте. Здравствуйте. Ну, ты даешь, мать, в такую рань. Ника, будь добра, выкини мой завтрак в мусорку. Ну что, не проявился? Можешь сегодня с Никой побыть до вечера? Искать его будешь. Ну, что остается делать? Буду? Вдруг правда что-то случилось. Да ладно тебе. Ну, очередной праздник затянулся, телефон сел, с кем не бывает. Хотя, чего я лезу? Ник, пойдешь сегодня ко мне? Пойдем погуляем, в кино сходим, да? Возьмите на расходы. Ты что, с ума сошла? Разберусь как-нибудь. Светка, да мне с тобой за всю жизнь не расквитаться. Да, как-нибудь сочтемся. Тем более, у меня тут романчик намечается. Серьезно? Как я за тебя рада. Хоть у тебя все будет нормально. Хотя, знаешь, смотрю на тебя и думаю, а оно мне надо. В общем, планы пока строить рано. Ну что, Ник, пойдем в кино на утренний сеанс? Да? Не понравится, так хоть и то сплюсь. Ладно, пошли. Я что-то узнаю и позвоню. Обязательно. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Добрый день. Я супруга Китаева, он не появлялся. Угу. Спасибо. Если он придет, я прошу вас, передайте ему, что его ищет жена. Хорошо? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Так когда, вы говорите, он пропал? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Вчера еще утром. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Девушка, по закону заявление принять, конечно, могу. Но официальные поиски начнутся только через три дня после пропажи. Ну, а если с ним что-то случилось и помощь нужна уже сейчас? Такие пропадания мужиков с пятницы до воскресенья сплошь и рядом. Потом выясняется, что клиент загулял, жене звонить не хотел, потому что скандал обеспечен, ну или телефон потерял. А может, можно как-то по телефону определить, где он? Я вам повторяю, через три дня. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, алло. Алло, Виктор? Кто это? Здравствуйте, это Алифтина Китаева. Медсестра из больницы. Я вчера перевязку вам делала, вы телефон мне оставили. А, да, я помню. Вы же говорили, что не позвоните. Мне очень нужна ваша помощь. Срочно. Я слушаю. Говорите. Аля, адрес конторы я получил. Пришлите, пожалуйста, еще его фото. Желательно свежее. И как только что-то узнаю, я сразу вам сообщу, хорошо? Вы где сегодня будете? Ага. Если я буду успевать, зайду к вам на перевязку. Да. Здрасьте. Здрасьте. Добрый день. Добрый. Капитан полиции, Ростов. Я ищу вот этого человека. Знаете его? Нет, не знаю. Сегодня выходной. Это ваш начальник, Антон Китаев. Я знаю. Да, но сегодня воскресенье. Выходной. Он дома должен быть? Дома его нет. Где он? Да сказал же, не знаю. Здесь просто охранник, а не его личный помощник. Понятно. Мне надо в офис попасть. Там нет никого. Сегодня выходной. Давай. Так даже лучше. Эй, мужик, постой! Мужик, эй! Да стоять, говори! Китаева, а вы почему здесь? У вас же сегодня выходной. Добрый день, Константин Алексеевич. Я телефон на работе оставила, вот пришла забрать. Странная вы какая-то, Китаева, в последнее время. А то вас на работе не сыщи, а то сами приходите. Телефоны вечно забываете. Может, вам отдохнуть в недельку? Нет, спасибо. Ну, тогда пойдемте, поможете мне с осмотром одной пациентки с перитонитом. Она при мне галляции сняется. А вас подпустит. Аля, ну все в порядке. Он сейчас за городом. Да, смотрит там пансионат какой-то. Адрес мне дали. Тут парень нормально попался, все хорошо. У него, скорее всего, телефон просто разрядился. Я как только его найду, сразу сообщу. Виктор, спасибо вам огромное. Если вы найдете его, скажите ему, что его дочка ждет. Обязательно скажу. Не переживайте. Спасибо. 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 , спасибо. , спасибо. . Спасибо. , спасибо. , спасибо. . Спасибо. , спасибо. , спасибо. , спасибо. , спасибо. , спасибо. . Спасибо. , 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 спасибо. А если не хочешь, чтобы Аля узнала, с кем ты здесь развлекаешься. А кто ты такой, чтобы мне указывать? Ты вообще знаешь, кто я? Знаю. И прошу по-хорошему. Пока. А если по-плохому? А если по-плохому? Короче, не надо по-плохому. Для тебя так лучше, поверь мне. Вы мне угрожаете? Дружески советую. Не обижай жену. Понял? Капитан! Тебе-то зачем все это? Что ему нужно было? Ничего. Собирайся, поехали отсюда. Подожди, но это же тот из ресторана. Тот да не тот. Поехали! В смысле? Куда поехали? Все нормально, он едет домой. Один? А с кем? Да, один, конечно. Он ездил по работе, договаривался там, что-то связанное с арендой. Я не стал задаваться в подробности. Телефон съел, зарядки не нашел. Все банально просто. Ну да. Это, наверное, хорошо. Хорошо. Да. Как ваша рана? А, да, рана. Нормально. Я думаю, может быть, стоит поменять пластырь? Так давайте прямо сейчас это и сделаем. Давайте, я с удовольствием. До парада не провожаю. Сама дойдешь? Может, ты мне объяснишь, что тебе сказал этот человек? Ты изменился в секунду? Я не хочу об этом говорить. Когда надо будет, скажу. Все, хватит. Не спрашивай меня об этом. Выходи. Знаешь, а мне... Мне было хорошо прошлой ночью. Дима, здравствуй. Здравствуй, Павел Юрьевич. Милушицу просим. Ну, Вадик, привет. Здрасьте, дядя Дим. Держи. Это тебе. Ух ты. Будешь у нас теперь как Робин Гуд. Знаешь такого героя? Нет. У них теперь другие герои. Пауки, летучая мышь, да? Железный человек. Ого, железные люди. Дим, проходи. Мама как раз обед готовит. Будешь? Привет. Не откажусь. Димочка. Здравствуй. А, стой. А что ж ты вчера так рано ушел? Мы подумали, что ты обиделся. Да ну что вы, как я могу о нас обидеться? Просто устал немножко. Ну, давай, отдыхай. А я как раз сейчас обед соберу. Спасибо. Как дела? А, никак. Настроения нет. Выпить хочешь? Нет, спасибо. Я же не пью практически. А я и выпью. Прикрой меня, чтобы Владик не увели. И часто ты так… Как? А что еще на даче делать? Картошку, что ли, копать? Ну, это тоже не выход. Дорогого пока не вижу. С мужем ты сам видел, как у меня отношения складываются. И просвета нет. Ну, ты же можешь все изменить. Ты молодая, красивая. У тебя вся жизнь впереди. Легко сказать – изменить. А как я буду одна? Что я буду делать? Я одна ничего не смогу. Я тебе помогу? Дашь два миллиона в долг? Нет, Димка, мне… Мне человек нужен, понимаешь? Человек, который бы любил меня. Заботился обо мне, Владе. А с мужем не получается, сколько я не пробовала. Ну, мужик-то вроде неплохой, но… Не могу. Любовь прошла. Влад, иди сюда. Хочешь со мной купаться пойти? Конечно, хочу. Мама нас отпускает. Сделаем мы там с тобой мишень для Лука и будем стрелять в нее. Ура! Пошли! Пойдем. Ну что, ты с нами? С вами. А обед? А как же? Пускай аппетитно гуляют. Может, что и получится. Да иди руки-то мой. Спасибо вам большое. Ищу вас, Виктор. Спасибо. Да, и вам спасибо огромное. Заживает все, как на собаке. У вас золотые руки. Да нет, просто у вас очень здоровый организм. Ну, тогда все. Давайте прощаться. Да, будьте здоровы. Спасибо. Еще раз. Аля, я подумал, может быть, мы могли с вами еще встретиться. Если вы захотите, конечно. Конечно, вам же еще нужно снять швы. Да нет, я… Швы – это понятно, но я… Я имею в виду… Ну, встретиться не по поводу вашей работы. Понимаете, Виктор, есть определенные обстоятельства, при которых… Я понял. Я понял. У меня… Аля, правда, у меня такие же обстоятельства. Просто иногда жалеешь, о чем-то чего не сделал в жизни, а назад уже не повернешь, время упущено. Всего хорошего. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Виктор! Проводите меня до дома. Как сотрудник правоохранительных органов, разумеется. Ну, тогда у меня к вам тоже просьба. Какая? Давайте перейдем на «ты». Давай. Ну, и потом закончил мореходку, и в море ни ногой. Ни одного рейса. И потом вы… Прости. Ты, наверное, женился. Да, но у нас с женой все просто. Мы практически с детства вместе… Вместе учились в школе, вместе выпускной. Потом как-то… Закрутилось. Родился сын – Влад. Я пошел в полк милиции, дослужился до лейтенанта. Потом нас переначали в полицию. Ну и вот, теперь я капитан Ростов Виктор Петрович. Это хорошая профессия. Нужная. Да. Как и у тебя. Угу. Я что-то с мясуной сказал? Просто наш разговор похож на героев из «Ирония судьбы». А… Только вот я не учитель, а ты не хирург. Так все то же самое. Да, «Ирония судьбы». Ну, а сейчас у нас с женой… Не знаю, прошло время, начались какие-то недопонимания, разногласия, кризис. Только этот кризис затянулся, если честно. Да. Кризис бывает в каждой семье. А все-таки я спрошу еще раз, этот синяк на виске. Это Антон? А зачем тебе это знать? Просто мне показалось, что ты немного боишься мужчин. Вить, я не хочу об этом говорить. Да, ты права, я что-то завернул куда-то не туда. В конце концов, это не мое дело. Просто… Когда мужчина… Твой муж, в частности… Зарабатывает достаточно для жизни… А у тебя еще маленькая дочь… …то нужно как-то… …корректировать свои желания. И понимать, что… …это так… …сейчас надо. Я понимаю. Хотя… Так не всегда… …получается. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Привет. Пожалуйста, собери Нику. Я сейчас заеду. Не надо. Подожди секунду. Что? Сначала разберись с мужем, а потом забирай дочь. Свет, я перезвоню. Почему? Так будет правильно. Поверь. Да, это я. Скажи, а может Ника остаться у тебя до утра? Все. Не сейчас. Я не одна в машине. Не говори глупости. Все. Я завтра позвоню. Пока. Ну, я все правильно сделала. То, что доктор написал. Спасибо. Ну, пока. Звони, если что. Да. Если что, позвоню. Спасибо тебе. И тебе. А, да. А когда швы снимать? Я тебе позвоню. Я же знаю твой номер. А я злой. Если что. Ну, все. Пока. Ну, пока. Антон? Антон. 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 Значит, мен, да. А я ведь догадывался, что рано или поздно это случится. Руки убери. Убери руки! В глаза мне смотри, дрянь! Аля, ну, вот я не взял, давай. Лежи, не рыбайся, сволочь. Капитан, ты же сядешь за незаконное проникновение. Еще посмотрим, кто из нас сядет. Аля, Аля, вызывай полицию. Да снимите вы с меня эти браслеты, я же не преступник. Вот кого надо сажать. Да он проник в мой дом, вы что, не понимаете? Я защищал свое имущество и жену. Да вы, да вы не имеете права! Слышите? Да перестаньте уже! Ну, ты как? Рано покажи. Аля, швы разошлись. Надо все по-новой заживать. Да нет. Сначала Виктора придется в отделение отвезти. И только после этого оформить к вам. Это не угомонится. Петров звонил. Сказал, лично с тобой приедет разговаривать. Поехали. Я поеду с вами. Может, не надо? Слушай, ну, вообще-то, он прав. Это незаконное проникновение. Но если, конечно, девушка будет за тебя, то шансов отмазать гораздо больше. Я поеду, однозначно. Я по дороге обработаю рану. Мало ли еще пойдет заражение. А мы все вместе поедем? В одной машине? Нет. Сейчас второй экипаж приедет. Вы паспорт не забудьте. Придется написать. Объясните. Тебе в кепке не жарко? Теперь нет. Алифтина. Здесь пишите все, что случилось. С самого начала. Алифтина. Здесь пишите все, что случилось. С самого начала. Как пришли домой, а что было дальше? Вит, ты тоже. Скажите, а если мои показания, они совпадут с показаниями моего мужа? Значит, будем выяснять, кто из вас говорит мне правду. Это как? Витя знает. Петров едет. Я его встречу. Написали? Нет еще. Скажи мне, как? Обычная ставка всех троих. То есть, мне писать все? И про пансионат? Как хочешь. Про то, что он меня бьет? Али, это только твое решение. Но учти, если все вскроется, то твоя жизнь уже не будет прежней. Назад не повернешь. Ты подумай хорошенько. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Ну чего ты не звонишь? Как там у вас? Свет, мне сейчас неудобно говорить. А что случилось-то? Алька, колись давай. Ты где вообще? Я в Октябрьском отделении полиции. Мне сейчас неудобно говорить, я тебе перезвоню. Добрый день, товарищ полковник. Это же вы начальник этого полицейского. В пятницу в ресторан вызывали наряд вы? Я? Ну, это совпадение. И никакого отношения к этому делу оно не имеет. Хотя очень странно, что так все складывается. Да, действительно странно. Ростов, следуй за мной. Надо поговорить глазу на глаз. Товарищ полковник, я это дело так не оставлю, учтите. Я прекрасно знаю, как вы своих покрываете. Сядьте, гражданин. Не соблюдайте субординации. Ну, что ты творишь? Что ты творишь, Ростов? Что? Частное расследование семейной жизни этого хмыря? Меня попросили помочь в свободное от работы время. Я не смог отказать. Ты читал, что он тут понаписал? Где ты должен был сейчас находиться? Где? В больнице, вероятно. Вероятно, в больнице. И чем ты там должен был заниматься? Лечиться ты там должен был, Витя. Есть кашку и закусывать молочком. Как ты там ее нашел? А кто, медсестра? Так точно. А ты знаешь, что ты только что потерял возможность получить награду за проявление мужества при задержании? И приказ я уже подписал. Слава Богу, не отправил на верь рассмотрение. Ну, что ты мне прикажешь с тобой делать, Ростов? Ну, не судьба, значит. Философ. Теперь сплошные философ и писатель. Ты знаешь, что этот писатель про тебя пишет? Хочешь почитать? А я почитаю, не поленюсь. Нашел меня на работе, в пансионате, тыкал корочкой сотрудника, угрожал избиением, а вечером того же дня ворвался ко мне в дом и сбил, вероятно, из ревности к моей. Его, ты слышишь, Витя? Его жене! Да лжет он. Ромео, вот долбанный. Где он лжет? Где? Ты не был у него в квартире? Не был в пансионате? В пансионате он был с любовницей. Какая разница, Ростов, с кем он там был? Ты женатый человек, у тебя подрастает ребенок. Мне наплевать, например, с кем он там развлекается. Это у его жены должна болеть голова. Он бьет ее. Заявление от нее есть? Не написала. Нет! А знаешь почему? Потому что он ее бьет за дело. А теперь голова будет бореть у твоей жены. У меня и у тебя. Хотя чему там у тебя болеть? Короче, ты отстранен от службы на время проведения досудебного расследования. Едешь сейчас в больницу и ложишься в стационар. И не выходишь оттуда, пока я тебе не разрешу. Ясно? Ясно, товарищ полковник. Если тебе ясно, вот сидишь здесь пять минут. А я отправлю этого писателя домой. А потом едешь и ложишься в койку. Значит так, гражданин Китаев, заявление мы ваше приняли к рассмотрению. В ближайшее время рассмотрим. Результаты доложим. Очень буду этого ждать, товарищ полковник. Если это все, то я хотел бы уйти. Знаете что, Китаев? Разберитесь-ка вы с женой. Только цивилизованно. На словах. Если вас что-то не устраивает, ведите себя как люди. Решу. Не беспокойтесь. Китаев. Цивилизованно. Ну, а как иначе? Я не знаю, как у вас там. Васильев. Я, товарищ полковник. Значит, ты везешь сейчас Ростова в стационары, чтоб он с койки там не вставал без моего приказа. Аля, подожди. Ты не хочешь поговорить? Мне не о чем с тобой разговаривать. Зато у меня есть о чем. Давай. А давай ударим меня прямо здесь. Послушай, давай только без эмоций. Я не хочу, чтобы наши отношения закончились вот так. А как ты хочешь? Послушай, я верю, что между вами ничего не было. Я готов прямо сейчас забрать свое заявление, только… Только что? Чтобы опять все продолжалось так же? Прощение, цветы, секс – все по новой? Кто научил тебя прощаться так с женщиной? Да никто меня не учил. Думаешь, мне самому это нравится? Думаю, да. Ты получаешь от этого удовольствие. Слушай, а может быть, ты в пассив со мной ложишься только после того, как балаками помажешь? У тебя просто иначе не получается. Что ты тебе сказала? Мама! Доченька. Ну, я же говорила тебе, что найдем и папу, и маму вместе. Здравствуй, Антон. Привет, Света. А у нас все хорошо. Мы в кино сходили. Да, она поспала у меня. Не знаю, как уложишь ее теперь. Ну, ничего. Уложим как-нибудь. Ок. А поехали-ка мы с тобой на работу. Какая работа? У тебя сегодня выходной. Ты меня недавно заменяла. Я тебе сегодня долг отдаю. Света? Долг платежом, Красин. Вы сговорились, что ли, обе? Хорошо, тогда Ника со мной поедет домой. Ника поедет со мной. Куда? В больницу? Да, я вас провожу. Заодно скажу Кувыркину прямо при тебе об этом, чтобы не было претензий. Оставь ребенка! Ей нечего там делать! Ну, хорошо. Ольга, смотри, не пожалей об этом. А не пожалеешь? Поздно жалеть. Музыка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подожди. Не уходи. Подожди. Не уходи. Приезжай домой, тебя нет. Звоню Васильеву. Он что-то мямлит такое. То ты в больнице, то ты на работе. Не хотел говорить, пока я ему не сказала, что Петрову позвоню. А я ему, кстати, позвоню сейчас, чтобы знал, кто у него работает. Понабирает всякой шевали. Это подоскуха еще с тобой? Не смей, они так говорили. О, как мы заговорили. Че, переспал с ней уже, да? Переспал? Не твое дело. А это ты сыну расскажешь, когда он вырастет. Забирай свои вещи и выметайся из моей квартиры. Через час не приедешь, я выброшу все твое припьет с балкона. Понял? Сегодня подали на развод. Сволочь. А ты что, встал? Уши греешь? Ну-ка марш в комнату и дверь за собой закрой. Как у нас все похоже? Я не хочу с тобой расставаться. Никогда. И я. Алию, Дим, привет. Это я. Доброе утро. Как дела? Скажи, пожалуйста, а ты можешь сейчас приехать? Мне поговорить очень нужно. Юль, я сейчас иду на важную встречу. Сколько она продлится, не знаю. Давай, может быть, сегодня вечером подъеду или завтра утром? Нет, не надо. Тогда не надо. Вообще не приезжай. Мне сейчас надо. Ну ничего, Ростов, ты все пожалеешь. Не дави на нее. Сделай так, чтобы она согласилась сама. А я потом во всем разберусь. Ну, она идет. До свидания. Алифтина Юрьевна, прошу. Добрый день. Рад вас видеть, Антон Александрович. Добрый день. А где ваша помощница Кристина, если я не ошибаюсь? Ага. Она осталась в офисе. Ну, сами понимаете, лето, заказы. Сегодня стол за наш счет. Спасибо. Но я, кстати, не опоздал. Без вопросов. А это что? Нам все очень понравилось, Антон. Это помимо наших финансовых отношений маленький президент. Благодарность за эти два дня на природе. Мне все звонят, говорят, что такое они запомнят на всю жизнь. Это точно. Спасибо. Я очень рад, что вам понравилось. И президент это здорово. Но я хотел попросить вас о помощи иного характера. Что-то серьезное? Для вас, думаю, что нет. Говорите. Один сотрудник полиции, некий капитан Виктор Ростов, сделал некрасивый поступок по отношению ко мне и к моей жене. Ну, криминал не занимаешься. Ну, что вы. Какой криминал? Я просто хочу, чтобы его уволили из органов. Неожиданная, конечно, польза. У тебя там есть? Конечно. Его непосредственный начальник – полковник Петров. И он спустил на тормоза мое заявление. Понимаете? Решил вопрос. Непонятна причина, почему гражданин Китаев не явился в суд. Какая-то записка. Что это? У него важная встреча. Он очень извиняется, что не смог лично быть. По закону, я не имею права без вашего мужа принять это решение. Если он и повторно не появится, тогда вас можно развести автоматом через месяц. А что написано в этой записке? Извиняется и надеется, что вы одумаетесь. Не хочет развода, судя по всему. Знаю я, чего он хочет. На сегодня все, да? Да. Суд делает перерыв по вашему делу на 30 календарных дней. Алектина Юрьевна, мы можем с вами поговорить? Нет. Послушайте, это глупо. Нам с вами придется разговаривать потом. Вам со мной, с Антоном. Говорите только быстро. Слушайте, у нас есть с вами месяц. Давайте подумаем, может быть, как-то можно разрешить эту нелепую ситуацию. Может быть, вам нужны какие-то гарантии или с Антоном документально все решить. Брачный контракт? Да, что-то типа того. Передайте Антону, чтобы он перестал бегать, как заяц, а один раз пришел в суд, как мужчина. Всего доброго. До свидания, Альфтин Юрьевна. Уважаемый! Извините. Можно спросить у вас? Вы же в такси работаете? Угу. А сколько сейчас, ну, месяц выходит? Бомбить собираюсь. Ну, так и интересуюсь. Позвони по этому номеру телефона. Тебе все расскажут. Сколько и какие условия. А, спасибо. Салют безработному народу. Я надеюсь, ты не обиделся? Не, не обиделся. Место-то какое для встречи ума? Заходишь, что ли? Нет. Я по этому тебе позвонил. Мне позавчера был звонок от Юлия. Я не смог трупку взять, не слышал. Перезваниваю. Никто не берет. Ну, и ты хочешь, чтоб я на правах сотрудника заглянул? Ну, да, Серега. Ну, только сам понимаешь. Без лишнего шума. Я в подъезде подожду. Ну, пойдем. Ну, че, как там твоя девушка? Хорошо, живем. Петров выбил служебную квартиру. Да, слышал. Ждем ее раз в года. Угу. А ты как же? Ну, вот хотел поговорить с ней. Без лада. Она как нарочно постоянно с ним. Как будто прикрывается им, как щитом. Слушай, может, наберешь еще разок, а? Вдруг ответит. Ну, давай попробуем. Ну, сам пойми, мне эти семейные разборки, терпеть их не могу. Тем более Петрову позвонить можно. Я понимаю. Папа. Алло. Влад. Мама на полу. А что случилось, сынок? Сынок, родной. Чего ты делаешь? Что случилось? Всем надо. Подожди здесь. Парень, парень, парень. Все хорошо? А? Все хорошо? Все хорошо. Тихо, тихо, тихо. Ты как? А? Все путем? Что там? Не знаю. Не знаю. Это… Это не первый день уже. У тебя есть знакомый нарколог? Так у тебя же медсестра? Да точно. Иди ко мне, сынок. Иди сюда. Давай, хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Я гляну? Все хорошо. Все хорошо. Алло, это я. Мне нужен нарколог на дом. И это… Ты… Ты можешь ко мне приехать на квартиру? Сына забрать? Давай, жду. Ты… Ты мой хороший. Тыagus… Ты мой хороший. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, Серёг. Стоишь? Да. Сядь. Говори. Только что звонили Петрову сверху. Кто-то серьёзный. Надавили на него так? Короче… Про меня разговор? Не смог он тебя отмазать. Ты уволен без права восстановления. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С пятерки будет сдача? Найдем С пятерки будет сдача? Тебе очень сильно Precis Подожди На Здравствуйте 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 Кто там, мама? Зарактер presents Пап, мы дома! Снимаем. Привет. Могу идти? Иди ко мне. Ух ты мой хороший. Как я по тебе соскучился. Ты не представляешь. Я тоже, папуль. Впустишь? Ну, что ж с тобой теперь делать? Заходи. Только ненадолго. Обещаю ненадолго. А на сколько? Ну, это как получится, Сон. Как получится. Как ты? Хорошо. Какой-то тяжелый, а. Посмотри на меня. А что, Владик, не на даче? Тебя это волнует? Меня волнует все, что касается моего сына. Машина такая у тебя. Прям примерный отец. Владика привезли родители на пару дней. Ты не против? Юль, ну зачем ты так? Просто соскучился по нему себе. Я по нему соскучилась, поэтому его привезли. Мне можно соскучиться по сыну? Можно мы с Владом погуляем? Нет. Он и так целыми днями на воздухе. Влад, сынок, давай-ка. Пойди в свою комнату. Нам с папой поговорить надо. Давай-давай. Николай, ну что ты из него собачку-то делаешь? Иди туда, иди сюда. Он мужик, в конце концов. Да не стройся, Макаренко. Ростов. Юля, давай не будем начинать. Пожалуйста. Я спокойна. Я вижу, как ты спокойна. Я просто зашел спросить. Может, надо чего? Да, надо. Надо, чтобы ты подал на развод, чтобы я могла забыть тебя, как страшный сон. После того случая я боюсь оставлять сына одного. Да? Да. А ты не помнишь, кто в том случае виноват был? Нет? Может, тебе напомнить? Я все помню. Прекрасно помню. Мне не надо напоминать. И в каком состоянии ты была, я тоже помню. Пожалуйста, давай без истерик. Да, это правду говорят. Если хочешь узнать свою жену в будущем, посмотри на ее мать. Что? Что ты сейчас сказала? Ты мою маму-то не трогай, тварь. Она тебе ничего плохого не сделала. Ну, слава богу. Все, хватит. Хватит, Брестов. Хватит. Ты даже не представляешь, как я тебя ненавижу. Меня трясет от тебя. Не ори, пожалуйста. Не ори, пожалуйста, сын. Сын слышит. Ты мне раз не затыкай, да пусть слышит. Ты мне всю жизнь испоганил, тварь. Я тебе этого сына родила. Хорошего, здорового, умного, красивого. А ты будешь моих родителей поганить, тварь. Да я слова плохого не сказал про твоих родителей. Успокойся. Что ты нестешь, дура? Вали из моей квартиры. Я прошу тебя. Я ненавижу тебя. Истерику прекрати, пожалуйста. Ну, я тебя прошу, уходи, Розовну. Спаси наши души. Ты сына-то пожирей. Да он с ума сойдет с такой матерью. Вот ты как заговорил, да? Вот ты как заговорил. А мы сейчас посмотрим. Ладно, сынок, иди сюда. Иди. Сыночка, смотри. Вот твой папа, а вот я. Что ты делаешь? Выбирай, с кем ты будешь жить. Что ты делаешь, Кузлова? Зачем ты при ребенке? Выбирай, с кем ты будешь жить. С папой или со мной? А к бабушке с дедушкой я на дачу смогу ездить? Если с папой, то нет. Папа, а как же каникулы? Извини, сынок. Не надо было мне приходить сегодня. Я тебя очень люблю. Играй на чувствах сына. Садист. Он тебя давно уже не любит. И вообще у него будет другой папа. Закрой рот. Я с сыром разговариваю. В следующий раз получится подольше погулять. Хорошо? Мы же с тобой неинтересны. Правда, сынок? Не мучай сына! Папа, уходи! Не надо ругаться! Зачем ты ругаешься с мамой? Зачем ты ругаешься с мамой? Витя! Скажи мне только одно. Ты любишь ее? Да. Вот этим одним словом сейчас ты разрушила нашу семью. Нет, приходи сюда больше не когда. Вон там. Спасибо. Привет. Чего ты хочешь? Хотел узнать, как дела, как дочь. Хорошо. Она обо мне спрашивает? Она все понимает. Поэтому она ничего не спрашивает. Это все? А ты все на той же волне. Я-то надеялся, что время пройдет, эмоции повлягутся, и мы сможем нормально поговорить. Поговорить. Чего тебе надо? Ты же не просто так сюда пришел. Завтра суд. Последнее заседание. И еще есть возможность все оговорить спокойно. Давай? Давай. Давай. Есть о чем? Есть. Пока еще не поздно. Может, ты остановишься? Останавливаем процесс развода. Берем дочь. Едем на Бали. Я уже все забронировал. Все по-честному. Одно твое слово и мы уезжаем. И вот под этими пальмами ты меня и пристукнешь кокосом по башке, да? Аль, ну перестань. Ну прошу тебя. Но этого больше не повторится. Знаю. Слышала. Помню. Смени пластинку Китаев и рассказывай эту сказку о своей Кристине. Мне не надо. Сказки? А этот твой трубадур не сказки тебе заливает? Что-то я не слышал, что он торопится разводиться со своей женой. А ты откуда знаешь? Ты за ним следишь? Мне его полковник на ухо шепнул. А Витя там больше не работает. Между прочим, благодаря тебе. Да какая разница, работает, не работает. Дорожку-то он не забыл. Ходит регулярно. Слушай, тебе бы быть сыщиком. Ты бы уже до полковника дослужился. Аль, речь не обо мне, а о нем. Дом, одумайся, как бы ты ни осталась у разбитого корыта. Да не порти ты жизнь нашей дочери. Я помочь тебе хочу. Помочь? Да ты дочери за последние два месяца даже яблоко не принес. А теперь очнулся за день до суда. Заерзала, забулькала Китаев. Чего ты боишься? Я так и знал. Я так и знал. Тебе от меня только деньги нужны. Сколько тебе надо, а? Сколько? Убери свои погадые деньги. Нам ничего от тебя не нужно. Это ты врешь. Тебе это всегда от меня нужно было. Поэтому ты за мной потащилась от своей матери. Не так, что ли? Я не хочу продолжать этот разговор. Я дочь тебе все равно не отдам. Она все равно от тебя сбежит. Она вырастет и вернется ко мне. А ты останешься одна, нищебродка. Дура! Ну вот, вот это ничего. Если получится сбить цены, то вообще прекрасно. Рядом с метро. Звоню. А это надолго? Полгода. Петров так сказал. Потом меня восстановят и вернемся снова сюда. Звоню? Звоню. Звоню. Не спроси. Алло, здравствуйте. Я по поводу квартиры. От сдачи квартиры звоню по объявлению. Скажите, а вы собственник? Нет? А можно как-то с собственником переговорить на тему снижения цены нам? Просто на долгий срок. Ага. Хорошо. Меня Виктором зовут. Вот и этот номер. Да. Спасибо. Жду. Сейчас. Должен перезвонить. Там агент, к сожалению. Никусь, а чая нам не сделаешь? Сходи, пожалуйста. Хорошо. Хочешь поговорить о чем-то? Антон сегодня заходил на работу. Ага. Чего говорит? Говорит, что мы разводимся, а твой не торопится. Переживай за меня? Я переживаю. Вить, ты же ходишь туда. Ты же ничего не рассказываешь. Не говори, что у тебя там. Ага. Хожу. И сегодня был. И пожалел. В очередной раз. Знаешь, чем мы отличаемся? Я имею в виду женщину. Мы долго терпим. Но если мы решаемся, то мы решаемся раз и навсегда. Мы не тянем резину. Аля, я не тяну резину. Ты пойми, я не могу сейчас сына оставить в такой ситуации. У нее ремиссия. Если она сейчас сорвется, она же всех собак спустит на Влада. У парней так мозги напеклеют. Я прошу тебя, нужно еще время. Как долго так будет? Недолго. Надеюсь. Все готово. Хозяюшка моя, пойдем пить чай. Спать ложится у нас завтра. Трудный день. А Владик будет моим братиком? Конечно будет. Он уже твой братик. Аля, давайте я с вами завтра в суд пойду. Не надо. Я сама. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да. Ну, ну тысяч на пять хотя бы. Фу, сегодня бой. Он трудный самый. Давай, одевайся. Времени мало. А ты помнишь, что у нас встреча сегодня? Конечно помню. Дожму ее в суде и сразу же к тебе. Если опоздаю, прикрою. А ты надолго планируешь? Потому что ты клиент не очень любишь, чтобы встреча затягивалась. А этот тендер кое-как выбили. Ну, болтай его. Ты же это умеешь. И давай сегодня-то переночушь у себя. Ну, мало ли что. Интересно. А это почему? Ну, не знаю. Вдруг она начнет говорить, что я изменял, теперь у меня любовница в доме живет. А-а-а. Зачем это мне нужно, а? А, ты на что-то рассчитываешь еще, да? Да нет, конечно. Ну, мало ли что. Вот, когда получу официальный развод, тогда ты станешь полноправной хозяйкой. А сейчас? А сейчас ты едешь в офис, проверяешь все документы, чтобы он подписал их прямо на встрече. А потом мы едем на бале. Доброе утро, Левтина Евгеньевна. Доброе утро. Вам не хворать, Антон Александрович. Подожди. Ты не передумала? Что? Ну, время есть еще. Правда, мало. Нет, Китаев. Наше с тобой время истекло. Я тебе так просто дочь не отдам. А что, силы заберешь? Зачем? У меня еще есть кое-какие козыри в кармане. Это твой козырь? Ну, ну, фокусник посмотрим. Поможет ли он тебе? Аля, я хочу, чтобы ты осталась со мной. Вот и все. Китаев, ты хочешь, правда? Ну? Я не нужна тебе. И Ника тебе тоже не нужна. Ты прекрасно знаешь, что дом и фирму ты открыл после нашей росписи. Половина твоей поганой жилплощади. И часть активов фирмы принадлежит мне. И ты с этим ничего не сделаешь. Вот, чего ты боишься. Ну, что ты так смотришь на меня? Лохушку провинциальную научил на свою голову. Посмотрим, кто из нас нищеброд. Убил бы. И этот человек ворвался в дом к моему клиенту и сбил его жестоко. И я предполагаю, что имеет место сговор между гражданином Ростовом и Алевтиной Китаевой. Подтверждение тому факт, что Ростов и супруга моего клиента, они живут вместе. При них же сейчас проживает несовершеннолетняя дочь моего подзащитного, Вероника. И этот факт приносит моему подзащитному наибольшее моральное страдание. Насколько мне известно, вы отозвали иск Ростова к гражданин Китаев. И не имеете к нему претензий. Да, Ваша честь. Его уволили из органов. Я так подумал, что это достаточно для этого человека. К тому же, я очень надеюсь, что моя жена одумается и вернется ко мне. Тем более, я ее прощаю. Вернее, простил. И мне очень трудно без нее и без дочери. Алевтина Юрьевна, мы дали вам месяц на обдумывание этого серьезного шага. Вы не хотите изменить свое решение? Нет. Вы привели к какому-то свидетелю. Ваша честь, это свидетель, незначительный свидетель. Он работал у моего подзащитного в семье дворником и каждый день наблюдал эту семью. Гражданин, вам есть что сказать? Это очень хороший человек. Всегда улыбается, любит свою дочку, любит свою жена. А она, она совсем неблагодарный. Злой. Все ясно, садитесь. Если еще что надо сказать, я еще скажу, он очень хороший человек. Садитесь, гражданин, мне все ясно. Хорошо. Пригласите в зал дочь Китаевых. Они приехали? Проходите, вас ждут. А вы? Я подруга Алифтина. Вероника, ты понимаешь, что сейчас здесь происходит? Она все знает, Ваша честь. Прошу вас не перебивать. Когда я вас прошу, вы ответите. Сейчас я хочу услышать Веронику. Да, я понимаю. Хорошо. Твои мамы с папой хотят развестись. Папа хочет, чтобы ты жила с ним. Я хочу с мамой. Ответ исчерпывающий. Да вы что, не понимаете? Она ее накачала. Да у меня не было возможности общаться с дочерью больше двух месяцев. Что вы хотите? А ты не хочешь рассказать, как ты избивал ее все эти годы? Он же домашний тиран. Ваша честь, я прошу удалить эту женщину из зала суда, потому что это ложный... Конечно! Я прошу вас прекратить свои высказывания без моего разрешения. То, что ты сейчас слышала, Вероника, это правда? Ваша честь. Тишина в зале. Это правда, что твой отец избивал маму? Ты сама видела эти вещи? Да. Ну, это же ложь! Ну, доченька моя, ну, что ты такое говоришь? Ну, зачем? Прекратите истерику, Китаев! Скажи, Вероника, это было один раз? Или это повторялось часто? 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 Алистина Юрьевна, вы готовы письменно подтвердить это? Почему же вы раньше молчали? Ваша честь, эти обвинения нужны для того, чтобы дискредитировать моего подзащитного... Можно я скажу? Извините, Ваша честь, это все чистой воды ложь. Она все это из-за мести. Потому что ее этот полицейский был уволен с работы. И мне очень жаль, что я тогда не довел это дело до уголовной статьи. Уголовная статья сейчас светит вам, гражданин Китаев. И я не имею права оставить это заявление без внимания. Нужно назначить проверку по этим скрывшимся фактам. Позвольте, Ваша честь, одну минуту. Вы понимаете, на что вы обрекаете мою дочь? Она же отвезет ее к матери в эту тьму-тараканью, в Кинишму! У меня есть доказательство, что ее мать живет в полной нищете! Там антисанитария! Вот, посмотрите, взгляните, там полная антисанитария! Взятьте, Китаев, вас никто не приглашал! Это, это же бомжатник, там жить невозможно! Хватит, Китаев! Прекратите истерику, будьте мужчиной! И, кстати, по закону, две трети части вашего имущества, а также часть бизнеса принадлежит Алевтине и вашей дочери. Так что не беспокойтесь за будущее вашей дочери. Она в бедности не останется. Да по какому закону? По какому? Это мой бизнес! А я его подняла! Она не имеет к нему никакого отношения! Вы что? Я... Да она санитарка! Она вон ротки выносила! Гражданин, сядьте! Сядьте, гражданин, на место! Иначе сядете на 15 суток за хулиганство в суде! Мама! Кто сделает те фотографии у нас в доме? Какие фотографии? Да и там на них все вещи разбросаны! Это же стыдно! Как такое вообще могло быть? Господи, боже мой! Так это из Сабеса! Сказали, что пенсию помогут увеличить! А вещи? Зачем ты дала им раскидать вещи? Ну, сказали, что так лучше будет? Ну, чтоб наверняка! Но это же глупость! Это же глупость, мама! Ну что, добилась своего, а? Я перезвоню! Как же я тебя ненавижу, гадина! Давай, давай, прояви себя прямо здесь при всех! Руки чешутся, соскучились! Да не дождешься! Знаешь, что я сделаю? Я продам свою часть дома черным риэлторам! И они заедут тебе пожить по-соседски! И устроят тебе такой ад, что ты за копейки продашь свою долю! А не захочешь продавать, знаешь, они что с тобой сделают? Знаешь, а? Давай, продолжай, Китаев! Чего замолчал? Камеру выключи, я тебе сказал, дура! Ника, доченька, ну зачем ты так со мной, а? Ну, я же тебя люблю! Ой, какой хороший актер, прямо на Оскар! Давай еще заплачь для убедительности! Выключи! Нас ждет судья, она готова огласить вердикт! Пойдем, доченька, пойдем! Согласно статье 21 судебного кодекса Российской Федерации о расторжении брака в судебном порядке, суд постановил расторгнуть брак Китаева Антона Александровича и Китаевой Алифтины Юрьевны, начиная с сегодняшнего дня. Совместно нажитое имущество, включая квартиру типа Таунхаус, общей площадью 350 квадратных метров, а также активы ООО «Империя торжества» поделить на три равные доли. Почему на три? Треть по закону принадлежит вашей дочери. Она несовершеннолетняя. Поэтому ее доля переходит матери по достижению этого срока. Гражданин Китаев, задержитесь на минуту и ваш адвокат пусть задержится. В присутствии вашего адвоката, гражданин Китаев, вы должны подписать подписку о невыезде в связи с новыми фактами о домашнем насилии. А если я ее не подпишу, что тогда? Это уже не административное дело, Антон. В противном случае вас заключат под стражу. Я прав? У вас нет выбора, Китаев. Поздравляю! Ты своего добилась! На меня заводят дело! И по делам! Ты-то помолчи! Знаешь, ловко у тебя получается. Я, значит, на нары, а ты в наш дом со своим дружком. Не надо мне ничего от тебя. Ни дома, ни денег. Подавись своей империи, император. Я одно прошу, оставь нас навсегда в покое. Николь, пойдем. У нас дежурство. Да, я вас провожу. Ты все равно ничего не получишь! Я все продам! Ника! Ника! Ты еще! Да! Клиент прибыл. Кушать отказывается и возмущается, что тебя еще до сих пор нет. Еду! Мне нравится, ну, вот этот ресторан. Я обещал дочери, что этот ее день рождения запомнится навсегда. И кто знает, как сложится жизнь. У нее молодой человек. И я не удивлюсь, если свадьбу скоро придется сыграть. Так что, если нам все понравится, осенью мы с вами снова увидимся. Веряю в вас, мы сделаем все возможное, чтобы этот вечер вам запомнился. Главное, чтобы не мне, а дочери. Сейчас жена подтянется из администрации. У нее важное совещание. Она многое решает. Может, и нам что подскажет. У вас есть время? Да, знаете, у нас достаточно времени. Мы обязательно дождемся вашей женой. А сейчас можно мы вас покинем на одну минуту? Антош, я, конечно, понимаю, что развод – это тяжело, но ты же сам хотел. На меня заводят уголовное дело. Интересно, за что? Она дочь на меня натравила. Понимаешь? Моя дочь в суде заявила, что я регулярно бил Алю. И судья за это зацепилась. А ты что, ее бил? Да не милитые ерунды. Да вообще ее не бил. Так, дал слегка. А это в слезы. Не борься тогда. Насколько мне известно, один раз можно, а второй раз, если она сама на тебя заявит. А твоя-то не заявит. Я точно знаю. А ты знаешь, что по закону и отходит. Две трети дома и половина моей фирмы. Подожди, подожди, ты что, хочешь сказать, что она теперь будет моей начальницей? Да. Нет, 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 нет. Я не собираюсь служить этой санитарке. И вообще-то я тебе давно говорила, бросай ее. Что он мне делает? Я вообще не понимаю. Так, во-первых, успокойся. Во-вторых, ты акула своего дела. Никому не давал себя тебя сломать. Тем более, ты деревенщина. А в-третьих, я подержу тебя. Я помогу тебе. Все. У тебя, то есть у нас, получится. Слышишь? Представь, что мы уже на бале отдыхаем, что загораем, купаемся. Нам хорошо. Все. Кто там? Это мы, внучек. Это мы. Дедушка, бабушка. Открывай. Бабушка. Да, здравствуй, родной. Здравствуй, мой хороший. Привет, внучка. А где мама? Она ушла. Как ушла? Куда ушла? Просто оделся и ушла. Как же так? Мы же договаривались, что приедем сегодня. Ты ей звонил? Да звонил. Она сказала, ждем. Милости просим. Так ты сказал, во сколько мы приедем? Да сказал, сказал. Ну, что ты начинаешь? Да ничего. Вот ни в чем на тебя положиться нельзя. Такой же, как ее этот. Ладно, прекращай. При ребенке. Кто у тебя? А давно ушла? Давно. Не сказала, Куда? Не сказала. Ну, бери трубку-то, бери. Ну, бери. Не берет. Мой отец, чувствую, что что-то случилось. Владик, а к ней кто-нибудь приходил? Папа вчера приходил. Все понятно. Все тебе понятно. Да все понятно. Они ругались, да? Как всегда. Мама спросила, с кем я хочу жить. Я сказала, что с мамой. Папа обиделся и ушел. Мама побежала за ним. Потом вернулась и плакала. Она пила что-нибудь? Ну, там, напитки или? Водку? Угу. Водку. От нее только с утра бахло. А вчера не пила. Ужас какой-то. Ну, что делать-то, отец? Что делать? Что делать? По чем я знаю? Звоните! Виктор! Виктор! Да. Ты что же делаешь? Ты мерзанец. Ты зачем к девчонке ходишь? Она только поправляться начала. У тебя совесть-то есть? Анна Михайловна, я сейчас за рулем, мне неудобно заговаривать. Дай сюда. Виктор, Юля пропала? Как пропала? Ну, так пропала. Ушла из дома и трупа не берет. А Влад? Влад с нами. Да что ты с ним церемонишься? Скажи, чтоб жену нашел. Так, спокойно. Только давайте без нервов. Я ее найду. Оставайтесь дома. Если что-то узнаете, сообщите мне. Ладно, давай быстрее. Теща. Вы не против быстрой доставки? Да я был бы только рад. Пей, мой дорогой, пей. Что ты там ищешь? Виктор же сказал, что найдет ее. Кому ты хочешь звонить? Найдет он, как же. Вот сейчас я позвоню тому, кто это точно сделает. Алло, Дима. Слушаю. Уже еду. Да. Видимо, что-то очень серьезное в администрации жены. Оно вообще-то актуальное. А может быть, вы позовете саму виновницу торжества? Дочку? Да вы что? Это для нее сюрприз. Она последняя, кто должен знать об этом? Младшая. Говорят, что младших любят больше. Это правда. И время летит, и младшая уже почти замужем. И кажется, еще вчера я водил ее в садик. Так, извините, мне нужно выйти на минуту. Как вам угодно. Какой-то странный ваш хозяин. А он мне не совсем хозяин. Знаете, у меня есть альтернативное предложение по поводу празднования дня рождения вашей любимой доченьки. Здравствуйте. Здравствуй, Аль. Опять дочка пришла. Здравствуйте. А вы не могли бы с ней посидеть? Я сейчас обход быстро сделаю и потом заберу к себе в сестринскую. Да. Кстати, Константин Алексеевич уже здесь. Ну, вы меня понимаете. Понимаю. Ну что, пойдем к бабе Люби конфеты есть? Можно обойтись и без конфет. Я извиняюсь, тороплюсь очень сильно. Превышаем, гражданин. Документы. Виктор Петрович, ну куда же вы так спешите? Я вынужден выписать вам штраф. Давай, выписывай. Я сам капитан бывшего, только быстро. А чего это вы такой возбужденный? Ну-ка, вдохните. Да не пил, я тороплюсь сильно. Ну, вы что, долго еще? Я уже опаздываю. Парень, ты закажи себе другое такси, ладно? Мне платить ничего не надо. Да ладно, буду. Хорошо. Чумной ты. Закрывайте автомобиль и пошли оформляться. Подожди, давай на месяц договоримся. Да не те времена. И штраф тебе дешевле обойдется. Ключик. Спасибо. Китаева? Простите? А, я не сразу вас узнала. Юля? Ростова. Юлия Владимировна. Наконец-то свидетельстви. Вы хотели поговорить со мной, вероятно? Вероятно. У меня сейчас плановый обход. Это недолго. А потом я готова поговорить с вами, о чем вы хотите. А ты не догадываешься, о ком я хочу поговорить? Видимо, о Викторе. Угадала. Давайте без цен. Это все-таки больница. Да ты что? Это ты тут с ним переспала? Мне нужно идти. Мы не договорили. Мне охрану вызвать? Я сейчас сама кого хочешь вызову. Верни мне мужа! Потаскуха! У него сын растет! Виктор, не вещь, которую можно брать и отдавать. Да кто ты такая? Ты думаешь, что хвост свой задрала и все, он твой? Да он сегодня ночью у меня был. Я от него такого даже в медовый месяц не помню. Я всю ночь заснуть не могла, поняла? Вы врете, все! Да нужна ты ему, больно! Смотреть-то не на что! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, родная? Да, родная. Ты знаешь, с кем я сейчас разговариваю? С кем? С твоей женой. Не знаю, что она мне наговорила. Отрезиваю ничего хорошего. Был вчера у нее? Да, был, но я въедел к сыну, я же тебе говорил. Переспали? Что мы сделали? Аля, послушай, она вчера устроила мне истерику! Заставила выбирать Влада между ей и мной Выбрал Влад должен был выбрать, не я А ты? Ты выбрал? Или ты так и будешь к ней бедать? Аля, послушай меня У меня там сын, понимаешь? Я не могу просто взять и вычеркнуть его из своей жизни А ты тогда можешь сообщить мне, когда ты меня впишешь в свою жизнь? Аля, послушай меня Что еще? Пожалуйста, я тебя прошу Задержи ее, ее все обыскались, понимаешь? Родители, Влад, она не сказала, куда пошла Аля Алло Что тебе-то еще надо? Не настраивай дочь против меня Я хочу остаться для нее хорошим отцом Знаешь, я никогда не настраивал ее против тебя Она уже взрослая девочка, она все сама видит Слушай, Китаев, ей мучи меня, мне ей так плохо Я хочу видеть свою дочь! Постоянно! Тогда тебе придется купить абонемент на поезд, да кинешь мы Не урагань-то, капитан Аля Твоей жены нигде нет Как нет? Так, нет Алечка, я прошу у тебя прощения Я виноват, что бездействовал Но скоро все закончится, я обещаю Для меня уже, кажется, закончилось Аля, послушай меня Если ты ее увидишь, просто задержи Хорошо, не дай ей выйти из больницы Я еду к тебе Китаева, а вы почему здесь, почему не работаете? А я уже снова Цветкова Константин Алексеевич Я увольняюсь По собственному желанию Так, Алевтина, зайдите ко мне через пятнадцать минут Мы с вами поговорим по-мужски Я имел в виду по-человечески Хорошо, Константин Алексеевич Ну, алло Что? Ну что, где она? Да не знаем мы, где она Да, Виктор Понял Едем Она в больнице, пришла к его нынешней Она в Первый городской Выезжаем Да, езжай прямо туда Владик, собирайся Внимание 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 Пожарная Тревога Всем Похищем здание Согласно Плану эвакуации Сбор членов пожарного расчёта На первом этаже Что же ты наделала, дура? Порез глубокий Санитар, срочно в операционную Срочно эвакуация персонала Пожарка сработала Ложная, ложная Давайте быстро, помогайте Все, все, давай, поднимайся А что случилось? Ника! Куда? Я отец ее, отец Отец? Давайте В операционную Там Кувыркин, он ее заштопает А как живы? Мне нужно на вакту Выполнять, я скоро вернусь Ника где? Только что муж забрал Антон украл Нику Когда? Да вот только что, догони его, я прошу тебя Он сошел с ума Где Юля? Она в операционной Я прошу тебя, спаси ее Где Кувыркин? Я его не нашел, рану обработал, но кровотечение сильное Ну, значит будем зашивать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты что делаешь? Дядя Витя Пойдем, Ника Тебя мама ждет Только это Роня ее Ты что, она получила от меня ментяна? Кто? Ты что, дурачок что ли? Я ж таксист А с таксистами лучше не связываться Садись в машину И чтобы мы больше тебя не видели Пойдем, Ника Пристегнись, хорошо? Угу Это дочь моя! По воскресеньям и в моем присутствии ты будешь видеть свою дочь А поднимешь свою руку выше кубка Я тебе ее вокруг шеи обмотаю, как шарф Пошел вон ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Ну, как там у тебя дела? Да, все супер Я подписала с ним контракт Ах ты моя умничка Тут есть только один нюанс Контракт не с твоей империей а с моей новой фирмой Вселенная Торжества Я открыла свое агентство Что? Ты шутишь? Извини, мне некогда разговаривать Прощай Ах ты дрянь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама! Ника! Доченька моя! Витя, спасибо тебе большое Она в палате, там вся ее семья твоя Прости Я должен туда зайти Я понимаю Все будет нормально, мать Врач! Добрый день всем! Доктор, с ней все будет в порядке? Да, безусловно Но понадобится серьезный курс реабилитации Женский алкоголизм штука серьезная За пациентом нужен серьезный и неусыпный контроль Ребенку нужно будет где-то полгода пожить отдельно Но вещать маму можно периодически Мы возьмем на себя? Да Ну отлично А кто будет с нашей пациенткой? Я буду с Юлей постоянно Вы муж? Вот муж Папа, приходи почаще Я тебя люблю, я дядю Диму тоже люблю Он хороший Я тебя тоже очень люблю, сынок Пойдемте ко мне в кабинет, я вам дам рекомендации Хорошо Хорошо Тихо, тихо Прости меня за все Я не хотел, чтобы так получилось Я буду приходить к вам Я буду приходить к вам Боже савица Юрочка моя Извините, а вы, так А где Аля? Какая Аля? Алисина Юрьевна Китаева, она с дочкой была Так они уехали Куда? На родину Как город называется? Дорогие мои ребята, уважаемые родители, любимые педагоги В этот прекрасный день я очень рада видеть вас Отдопнувшими, счастливыми и полными сил Сегодня мы отмечаем замечательный праздник День знаний После торжественной линейки Вы, дорогие ученики Сядете за школьные парты И погрузитесь в захватывающий мир Новых предметов, новых наук Волнуетесь? Немного А у вас дочка или сына? Дочь Вероника Цветкова А, так она в моем классе Давайте знакомиться Василий Иванович, но не Чапаев, а Громов Очень приятно Алифтина Юрьевна, Цветкова Ну, вам-то можно без отчества Рановато еще Это нам положено, и то только в пределах школы Уважаемые родители, для вас тоже начинается новый учебный год Вы заходите к нам, Аля Просто так заходите Нам уже пора Ты познакомься, это твой первый учитель Василий Иванович Громов Здравствуйте Здравствуй, Вероника Ну, пойдем Ребята, идем Заходим Поздравляю вас, дорогие Посмотри налево Как ты меня нашел? Ты забыла? Я же полицейский Бывший Ну, не факт Редактор субтитров А.Семкин Ну, не факт Корректор А.Кулакова Курикин Субтитры создавал DimaTorzok